Субтитры сделал DimaTorzok Из-за чего отменили сериал Из-за того, что Нюк зассал Из-за того, что Нюк зассал Супер отстойный день Сегодня какой-то вообще Пипец как не выспался Потому что в 7 утра Проснулся до 10 Обратно уснуть не мог В итоге поспал Часов 5, наверное Нюк слился Последнюю минуту В кафешке сожрал Супер невкусный Отстойный омлет Какой-то вообще Полное дерьмище Какое-то настроение Просто, блин, отстойное Ну, может, видим Аксис поднимет Я не хотел на своем канале Я не поэтому не хотел Я не хотел У меня просто, во-первых Аудитория другая Немного Я именно хотел, чтобы он Просто на своем Это канале делал Потому что у него Аудитория такая Типа там К этому готова И было бы супер Рофельно просто Супер смешно И весело А у меня заебут С Ведьмаком просто Ай, блин Я две недели ждал Этого дня Две недели ждал Спасибо, было даже 49 лет Да, я Суть была Этого Эвента Так сказать В том, чтобы Именно на канале Нюка это посмотреть Не в том, чтобы посмотреть А в том, чтобы На канале Нюка посмотреть Поэтому Нет Поэтому Отмена Киберпанку Никитос Такс Блин Жесть, конечно Как сабы отлетают Просто кошмар Просто кошмар Да не запрещены Эти мужские соски Не запрещены Ничего бы не было Нет Нож не получил В батле Я так Зашел Сейчас перед стримом 40 минут поиграть Заценить карту Просто Странная, кстати Карта какая-то Из-за того, что Она Как я не знаю Как песочные часы Сужается в середине Ну ладно Нормальный такой кликбейт Даже мне прям захотелось Чекнуть, что там такое Но нет Я воздержусь Точнее не знаю Полный отстой Бьерн Сидит в вазик И играет Блять Второй день подряд Брови Болеет Не стримит Дарк Соус Со мной Майнкрафт Не хочет Полный отстой Кроме ведьмака Рели делать нечего Ну погнали Казиночек Религий Но Мастер уже До следующей недели Поиграю Держись От меня подальше И откуда пришел Куда Эй Эй 8-7 Нормальный Я думаю Что унесу Знаете что Пойду в гвинт Партиечку сыграю По-бырому Хотя блин Тут чел на скейтайлих Играет нафиг Не хочу С кейтайлими Скукотища Вот сука Платва не так быстро Здесь нормальный Торговец Вроде на нильгарде Играет Но Но да Вперед Платва Его нету Тебе ждет смерть От отравления Тремя фунтами Стали В полночь Блин А время Думаю Ну ладно Будем чили до полуночи Во что это я одет Похвальная расторопность Отлично Всего один патруль Твоя микстура Должно быть Сработала Эвелина Готова Ты шутишь? Конечно Пуск Ну так так и я бы мог Тоже мне Нафиг Надо было с ней делиться Гребаные птицы Вечно все Наскрут Что? Я вам покажу Договорились же Без мокрухи Ну емае Придет сюда Все наверх Быстро Ох ё Лучше бы уж было взорваться Ну конечно Давай еще упади Ну ладно Kind of Чисто сработано Внутри же никого Не должно быть Видно Мой информатор Ошибся Это все Что ты можешь сказать? Я там шею Чуть не сломала Ты знала На что идешь Сейчас не время Для обсуждений Вот слово говоря Вот слышите Как этот главный щел Здесь говорит Да? Вот ведьмак В английской озвучке Говорит все время так Все время так Верно Отступать нам уже некуда Так что надо переть вперед Как бы там ни было Золотые слова Если здесь один стражник Впереди Могу более хрипло Доставай меч Нет Что так? Я не буду делать Договорились Без мокрухи Я уже сказал Деревянный Типа шуточный Или что? В смысле Смук забавно Ладно Надевайте маски И идем Блин Только бы смешная маска У меня была Пожалуйста Ну пожалуйста Блин Ну и отстой А есть какой-нибудь мод Который маску Пипиклоуна делает На этот квест Письма Видно Старинные Как и шнурок Любовное письмо Примечание Предмет получен Вместе с остальным имением Э Выставлен на аукцион Начальная цена Одна крона Ставок нет Любовь моя Не сдавайся Есть еще неделя До того как ты выйдешь За афирца Я что-нибудь придумаю Может я хорошо Заработаю к тому моменту Или мои слезы Убедят твоего отца Может быть боги услышат Наши молитвы А если не они Тогда быть может дьявол А если ничего не изменится К лучшему Я ворвусь в храм Через окно И украду тебя Прямо у алтаря Мы убежим куда-нибудь Далеко-далеко На край света Где нас никто не найдет Ты пишешь с печалью Я чувствую ее тяжесть Я тоже постоянно думаю о тебе Как мы уговорили в алхимии Бутылку вина до рассвета А ты начертила дом нашей мечты На пыльном полу Как мы сдели на причале Пустив ноги в воду Ты пела похабные песни И заставляла меня Смеяться и смеяться Каждый раз перед сном И первым делом Когда я просыпаюсь Я целую медальон С твоим портретом Клянусь всем святым Мы должны всегда быть Вместе сильными Люблю тебя, твой О Это была Настоящая любовь Да я понял Господи, чье письмо Камон, чат Это не так сложно Понять, чье письмо Пока что чисто Фу-фу, чтоб не сгладить Хорошо Но все равно держите ум Я и держу И уже заметила кое-что Что взяла бы себе с удовольствием Не сейчас Надо попасть в сокровищницу Ясно? И потому мы поднимем Начальную цепь Что? Стража! Стража! Ну все, сука Хана Ты говорил что? Я знаю что говорил Вперед Пока они не подняли тревогу Я знаю что Мtałт Я знаю что Знаю что Я знаю что Ага Не знаю об этом Я знаю что Я знаю что 하면 Я знаю что j 아파 to Ой Кайл По ком? Звонит колокол Ну пиздец, чел Не, мы так не договаривались Закрылся изнутри Дьявол Чел Сдавайтесь У вас нет шансов Посмотрим Да им поебать На заложников Пощадите Считаю до трех и входим Раз, два Еще один шаг И здесь начнут гибнуть люди Спокойно Давайте договоримся Да им насрать На этого чела Кому? Позвучьте нам ваши требования Выторгуй нам немного времени Геральт Я? Нет, чел Знаешь, иди-ка ты нахуй Блядь, а Серьезно Я не стану заслоняться Этими людьми Я выпущу их Заебал просто, а Мы договаривались на одно Ты делаешь другое Блядь Ты спятил? Ты знаешь, что тогда будет? Да А ты знаешь, что будет, если ты попробуешь мне помешать? Прочь с дороги Ну? Благородный поступок Суд наверняка признает это смягчающим обстоятельством Даю вам минуту, чтобы выйти По одному С поднятыми руками Я выхожу Через дымоход Здесь стало слишком жарко Удачи, господа Я бы с удовольствием с тобой пошел, барышня Но габариты не те Рад был познакомиться У вас был шанс В атаку! Ты все еще упражняешься с деревянным мечом? Да Иди и делай свое дело, Казимир Мы задержим солдат Да, блять Выпустите меня из угла Хватит болтать Гбою Хорошего Понимаешь? Ну что, ты доволен? Да Совесть чиста? Да У меня свои принципы Плевать я хотел, что ты о них думаешь Верно Вскоре наши дороги все равно разойдутся А череки не погибли, лоу ягдерианным мечом бил Что-то может быть уже А красиво бабахнуло! Громковато, правда Надо было добавить больше гремучего серебра Хотя Меня это не интересует Никого это не интересует Идем Геральт Ты впереди Почему я? Потому что я за этим тебя взял Топай, времени мало У него что Какие-нибудь ловушки? Те же картины были на аукционе Те же картины были на аукционе Сначала поймай Да ты знаешь, с кем тягаешься Что зачем? Еще бы Знаю Даже слишком хорошо Эвальд Привет, братишка Сколько лет Ох, чтоб меня понос прохватил Изволь объяснить нам, Эвальд Барсоди Какова на самом деле цель этой семейной встречи? Месть За предательство Годы нищеты Унижений Это мне отец завещал аукционный дом А Хорст меня обманул Лишил наследства Лишил всего Потому что все, что мы заработали Ты стал спускать на карты и девок Отец этого не видел А я еще как Это тебя не оправдывает, Хорст И жизни тебе не спасет Вы двое Вступитесь за меня А я помогу с реданцами Дам все, чего пожелаете Так Хорст Повелся некрасивый На первой встрече со мной Раз Наебал брата Два Ну как Технически наебал Эвальд Отходит от плана Да Против одного Ну ладно Окей Что значит Я вообще не имею желания Вязаться в твои темные делишки Типа че Я буду стоять Смотреть как они друг друга режут Ну ладно Простая математика Отчаянная попытка подкупа Раз Два И Три Что ж Желающих нет Мог бы нормально с нами поговорить И так возьмем все, что захотим После того, как вырвем тебе ноги с жопы Золотые слова Взять их Ребята Перебьем Куда Взять их Да Блядь Почему не в последнее время Никогда не дают добивать челик Что ли Крушка Что Эти всякие Барсоди Я предполагал иной исход Забрать бумаги И вышвырнуть тебя на улицу Ведь говорят, что месть Нужно подавать холодной Но и горячий тоже Неплохо Умоляю Пощади меня, брат Проси все, что хочешь Правда Неужели все Все Перепиши на меня Все, чем владеешь И иди отсюда Прямо так В одной одежде Позволь мне Что-нибудь взять с собой Хоть что-нибудь Этот времени даром не теряет Я смотрю Пятнадцать лет В каналах Как зверь И ты еще смеешь Просить? Вот тебе Хорошо вошел Ты доволен? Более чем А ты? Я нет Я дом не нашел И не буду доволен Пока не найду дом Максимилиана Барсоди Ты говорил, что он здесь Так и есть Вон там Но Боюсь, что ты его не получишь Ну, я так и думал, конечно, да Видишь ли Там внутри завещание отца И согласно ему Пропавший некогда Эвальд Барсоди Теперь получит все Забирай свое завещание Которого ты обманул Что ж Ему придется взять себе что-нибудь еще Мужики Мужики Успокойтесь Не вынуждай меня Вдруг я захочу взять твою голову Ты ранен Утомлен Похоже, у меня неплохие шансы Окей, окей, давай Давай Ну, хотя, ладно Из любопытства, ладно Я бы справился с тобой Но, быть может, мне не придется Может, мы еще договоримся Не вижу компромисса Нам обоим нужен чертов дом Не совсем Тебе нужно содержимое А мне шкатулка А почему ты сразу-то, блядь, говнялся Я не понимаю В чем, блядь, проблема Прямо камень с души свалился Дай мне эту долбаную шкатулку И идем отсюда Как скажешь Туда Ну, он хочет меня наебать Я чувствую Нет Шо, рыли О, найс Ну, этот чел Просто, этот Эвальд Просто архитупой какой-то Серьезно Чего он говнялся Я так и не понял Чего Понятно же, что у меня завещание И он нахер не уперлось Для отбитой Это мягко сказано По-моему Арбалет Да, надо чекнуть Ну, слава богу Хуже моей Я думаю, придется сейчас Сет разбить У меня Сетовый Ну, и что Сейчас в каком-нибудь сортире Вылезем, да Деревенском Ольгерт просил О, Ольгерт просил Дом Барсоди. Дом Акселяна Барсоди. Я же не могу ему принести аукционный дом. Он просил, чтобы я ему принес. Не право на владение, а именно домом просил. Ну, здесь наши пути расходятся. Наверное, больше не пересекутся. Неужто все было так плохо? Нет, но еще будет чуть-чуть, Эвальд. Еще будет чуть-чуть. Бывай, Казимир. Желаю, чтобы твоя Ефимия одумалась и вернулась. О, да пес бы ехал. У меня теперь столько золота, что и без нее неплохо. Вот это правильный подход. Ну, тогда живите долго и счастливо. Ты и твой кошелек. Да, глупая девка, ничего не получила. Чего срыгнуло, непонятно. Я вот тоже сейчас лежу, об этом думаю. Смысл был срыгивать. Тебя ждет смерть от отравлений. Амораль какая? Не надо, блядь, дерзить. Вот зачем мне этот Хорс надерзил? Вот серьезно, зачем? Зачем он меня тогда выставил из аукционного дома? Я просто с ним разговаривал. Без каких-то претензий. Я просто спросил. Чего он в залупу полез? Непонятно. Не полез бы в залупу, я бы точно бы этого Эвальда нагнул. А так просто, ху, блядь, на этого лысого чела. Четко тебе, а по крайней мере, что кроме золупы и все. Подожду. Надо поговорить. Я весь внимание. То есть, на свадьбу больше понравилось. У меня для тебя кое-что есть. Люблю подарки, но распаковывать их лучше без свидетелей. Эй, ребята, присмотрите за бочками. Я пойду потолкую с Геральтом. Пойдем. Ну, пойдем. Это бэкхэн, да. Уже лучше? Ну, хорошо. Что у тебя есть для меня? Дом Максимилиана Барсуи. Как просил. Ты настоящий, настоящий. А бумаги? Документы где? А ты не просил ничего. Соси жопу. Ты остались в сокровищнице? Ты хотел дом? Вот тебе дом. О содержимом речи не было. Не было. Соси жопу. А ты быстро учишься. Хулишь, как само Дим. Не упустишь случай поглумиться над человеком. В смысле поглумиться, блядь? Какой был договор, так и сработали. Мы с компанией выступаем с такими, как ты. Да никак. Просто юридической консультации? Ха-ха-ха. Я знаю, просите юридической консультации. Вам это явно не помешает. Ты подписал контракт, Ольгерт. А я выполняю его по пунктам до последней буквы. Недоволен? Что ж, надо было яснее выражаться. Да, надо было. Я догадываюсь, что ты пошел на сделку с Хорстом. Жаль. Поразительный ублюдок. Согласен. Нет, я пошел на сделку с его братом, который потом забил Хорста с золотым канделябром. Ха. Не на том спасибо. Зачем тебе вообще эти бумаги? Чтобы утопить барсоди. Видишь ли, я узнал об интересной подробности завещания старика Максимилиана. Там сказано, что если его сыновья хотя бы раз в году на билетейн не пожмут друг другу руки, аукционный дом должен пойти с молотка, а все вырученные деньги переданы госпиталю Вильмерия. Старичок предчувствовал, чем дело кончится. Я собирался переслать эти бумаги кому надо, и барсоди очутились бы на улице. А у госпиталя было бы достаточно денег, чтобы лечить сироток и нищих бесплатно. Потрясающее благородство. Так заботятся о нуждающихся. Дошли бы они в жопу, эти нуждающиеся. Пусть провалятся со всем этим городом. Тут дело было в другом. Вместе. Чем тебя так достали эти барсоди? Вытолкали в шею с аукциона? Они вытолкали меня в шею из собственного дома. В смысле, ты же не барсоди? Ты правда, интересно? Да. Рассказывай. Стал бы я спрашивать. Как всегда, дерзко. Моя семья влезла в долги. Неудачное вложение денег, неурожай, проигранный суд. Но знаешь, как оно бывает. Пришла беда, твори ворота. Угу. Нам нужно было несколько недель, чтобы встать на ноги. Но Хорст Барсоди скупил все наши векселя и потребовал немедленной выплаты. Я просил, умолял, рвал на себе рубашку. Но все бестолкало. Все как об стенку горох. Потом я был на аукционе. Смотрел, как какие-то надушенные пезды забирают саблю моего отца. Портрет покойной матери. Сбрую коня моего брата. О, Хорст славно нажился на наших реликвиях. Неудивительно, что ты не пылал к нему любовью. Это еще только начало. Когда родители моей Ирис узнали, что случилось, они разорвали нашу помолвку и другого жениха ей нашли. Из-за моря. Я думал, сойду с ума, Злость. Пошел в корчму. Один стакан выпил, другой. Ввязался в драку, потом снова пил. А потом... Потом я попросил о помощи не того парняку. И что дальше? И что было дальше? А дальше, ведьмак, было одно большое смердящее говно. Антифан. Ну, чего ты здесь мнешься? Еще что-то нужно? Ну, давай свое третье желание. Время назвать третье желание. Подожди, Геральд. Я кое-что... Согласен, Сиолейд. Согласен. Эй, вы. Достаньте мне селедку из бочки. Ну, давай, не задерживай. Какой-то чел. Сидел в бочке. Или тебя по-прежнему не касается, что я хочу сказать? Я готов. Я слушаю. Хорошо. Иди к своему хозяину и скажи ему следующее. Его требование задело меня за живот. Поскольку я воспитан в уважении к священным законам гостеприимства. И я не стану потакать хамскому поведению. Понимаешь? А чтобы это доказать, я нанесу ему безотлагательный визит. Так что скачи, что есть духу, и предупреди о моем прибытии. Понял? Да, понял. Отпустите его и отдайте ему коня. Пойдем, ведьмак. Выйдем наружу и поговорим. Оферцы говорят, что о важных делах следует говорить под открытым небом, чтобы боги были свидетелями. Окей. Зачем бочку-то засунуло? А что там с этой бочкой? Мы тут по дороге задержались погостить на постоялом дворе на землях некоего лорда безмятежного. Развлекались мы шумно, на то и корчма. Безмятежному это не понравилось. Он прислал человека сказать нам, что если мы еще раз объявимся, нас повесят. Так. Ты сжег корчму дотла. Но я оставил корчмарю солидную компенсацию. Только этот крысюк не стал упоминать о деньгах при своем господине. Но это не важно. Достаточно, что кто-то назвал меня шелудивым псом и пригрозил смерти. Это была одна из тех угроз, которые звучат как приглашение. Так что я определенно еще вернусь в те края. Что ты, брыган? Какой ты, брыган просто, а? Ты, наверное, нажил себе много врагов. Пусть не сегодня и не завтра, но в конце концов кто-нибудь найдет способ до тебя добраться. Это должно меня волновать. Я не чувствую ни страха, ни сожаления. Ученые из Аксимфурта считают, что богов нет. А после смерти есть только пустота. Убил бы сразу... Ну, может и так, но корчму бы сжигать я не стал. Чел... Да, любил. Может, мы перейдем к делу? А может, мы лучше вернемся внутрь и поговорим обо всем за бутылкой? Да чел... Выпьем, когда все кончится. Это вряд ли. Если тебе повезет, то мне конец. А если повезет мне, то ты уже не вернешься. Я все еще жду третьего желания. Какой же ты упрямый. Ну что ж, изволь. Была у меня когда-то жена. В нашу последнюю встречу я подарил ей фиолетовую розу. Так. Принеси мне этот цветок. Я хочу вспомнить, как он выглядел. Когда это было, роза наверняка уже увяла и рассыпалась в прах. Ты хотел желания. Вот оно. Исполняй. Я отправлюсь навестить безмятежного. А здесь оставлю одного из своих людей. Он поможет найти меня. Разумеется, если тебе повезет. Скажи хотя бы, где мне искать твою жену. В моем старом доме. На восток от имения Мартина Листа. Я не стану желать тебе удачи сам. Прощай. Нет. Тебя ждет смерть от отравления. Ребят, куда местами. Чет, я извиняюсь, но я очень хочу хрючить. Вы не против, что я закажу себе бургер? А? Нет, давай я не закажу. Какой бургер? Чизбургер с говяжьей котлетой. Видимо. Блин, и кофейку бы еще, если можно. Нет, нельзя. Не. Ну ладно. Это ставка называется? Яндекс.Ида. Ты не поверишь. Она называется Яндекс.Ида. Так. Ага. Это здесь кладбон был, да? Интересно, интересно, интересно. Ну, ладно, поехали. Поехали. Странное, конечно, какое-то задание он мне дал. Очень странное. Ну да ладно. В каком кафе? В баре через дорогу. Макдональдс, к сожалению, закрыт уже. Доставка Яндекс.Ида там была до 21.30. Я на 15 минут, как всегда, не успел. Да не буду менять прическу, отстаньте. Ну, пошла. Хозяин аукциона нагадали, что волк придет и будет плохо. Вот он, Дерзил. В подвалах можно было найти письмо от гадальщика. Ну, странно. Я вроде прям подвал уши влезал, как мог. Но ничего не нашел. Ну, anyway, смотри ситуация. Допустим, тебе нагадал-канагадал, что... Я не знаю, что... К тебе придет... Ну, условно, какой-то челик там, да, вот. Типа, и тебе будет не очень хорошо, да. Вот этот челик к тебе приходит, ты понимаешь, что это действительно этот челик. Вот. И твои действия какие? Ты будешь его хуями крыть и выставлять? Или ты постараешься как-то его не расстраивать? Лишний раз. Я бы, наверное, знаешь, постарался бы его не расстраивать. Постарался быть бы с ним как-то, знаешь, полюбезнее, наверное. И, собственно, да, опять-таки, возвращаясь к этому моменту, если бы он был со мной полюбезнее, он бы сейчас был бы жив. А брат его сосал бы хуйца. Ну, возможно, я, конечно, не знаю, как бы там все повернулось, но, типа, вот, пожалуйста. Надерзил, умирай. Надерзил, умирай. Я мелочный? Нет, я не мелочный. Я просто живу по принципу, типа, ну, в мире ведьмака я живу по принципу, типа, да, поступая с людьми так, как они поступают с тобой. Поступают с тобой хуёво? Ну, и ты с ними хуёво поступаешь. Поступают с тобой нормально? Ну, я в ответ нормально делаю. Хотел жернал оставить в живых. Ну, за исключением того, что он меня надерзил и хуяю меня покрыл, выставил меня из своего аукционного дома, он мне не сделал ничего плохого. Абсолютно. Их тёрки с братом меня вообще не касались. Я твой канон вертел на одном месте. Вместе с твоим Сапковским, уважаемым. Это РПГ, понимаешь? И здесь всё будет так, как я хочу. А не так, как хочет какой-то непонятный польский дядька. Эй! Слышишь меня? Не торопись. Каймир! Каймир! Ты там? Тише. О! Боги! Ну ты меня! Тише говорю. Этот туман не настоящий. Нет, жизнь, естественно, не докипенца. Туманники, обманники. Ты ведь не хочешь, чтобы они сюда пришли? Это туманники? Милителли. Великая мать! Надо же мне было! Кто такой Казимир? Кто такой этот самый Камер? Я... А, Камер, смысл, не Казимир. Заходим в брошенные дома. Всегда что-нибудь ценное найдётся. Ну понятно, мародёрствуем. Ага, так ты вор. Воры у живых крадут. А мёртвым какой вред? Ну, тут согласен, да. А не мёртвым всё равно. Каймир, ты будешь дверь открывать. Я встал на стрёме. Вдруг слышу... Лампа разбилась. И тишина! Зову его, но... Что? Что это было? Нет, это не туманник. Это туманник той, что ли? Нет. Фу. Просто камень с души. Я пойду узнаю, что там и где твой напарник. А ты... А я лучше свалю отсюда. Это не волоколак. Это не волоколак. Салидное это имение. Искать подельника, повстречавшую... Встречавшегося ворона. Как я найду эту розу в таком тумане? Так, это что такое? Свежий навоз. Найс. Найс. Вода ледяная. Будто била из горного ключа. Ну, всё понятно. Недобитки дикой охоты. Потёртое. Кто-то тут часто сидел. Колесо. Блин, отстань. Кто-то по-прежнему регулярно ухаживает за цветами. Но здесь нет фиолетовой розы. Ещё и картины кто-то пишет, похоже, да? Дерево уже успело сгнить. Да. Опа. Воняет чем-то? Ульи. Ухоженные, но все до одного вымершие. Ни следа фиолетовой розы. Может, где-нибудь на задворках? Так, или подельник сначала найдём. Какое-то это желание было. Цветочек ему принести. Представляешь? Нахал, глядь, какой. Цветочек, говорит, мне принеси. Так, это ж такое. Разбитая лампа и истоптанная земля. Отсюда что-то тащили. Тело? Тело. Продолжение следует... Продолжение следует... Блин, ну он так не видно ни хрена. Ну типа это очень странная поза. Очень странная. Даже для него. Я думаю, что он так притих. Он опять сегодня кухню разъебал. Козел. В ту сторону тащили раненого человека. Так, а дверь, я так полагаю, закрыта, да? Окей. Следы подкованных сапог ведут из дальней части сада. Е-дрить! Линял бы ты отсюда, малыш. Это место... Что это за звук? Где-то копают? Почему я не могу выбирать Знаки? Так, вот, всё. Да в смысле? Вот так вот. Отмычка. Она должна быть принадлежала второму вору. Так, там какой... Кто-то, кто-то есть там. Здравствуйте. Вечер добрый, уважаемый. Могилы без надгробий. Одна рядом с другой, словно грядки. Эй! Ты меня слышишь? Прикольные сапоги, всё-таки, у меня. Ещё один вор. Изуродован. Ты кто? У чела нога была пришита, да? Которая копает. Обе ноги пришиты. Мне это, с чем-то, всё равно кого убивать? Зараза. Ключник. Ну ладно, ключник-то ключник. Знать бы, кто он ещё такой по жизни. Так, а я какой меч достал вообще? Серебряный. Так. Ну, вряд ли он трупоед. Рибо магическая тварь, либо... Проклятый. Вангуй он проклятый. Вангуй проклятый. Может и не проклятый, конечно. Так. Катакан и... Виверна. Ага, понял. Виверна. Ну... Ну... Ууау. Ну... Ууау. Катакан и... Ну... Ууау. Файлинг выросли, я даю Челики? Так, а типа Челихов он сжирает, да, и хилится, я понял Ну это прикольно, это прикольно, окей А, он еще и с меня хилится Интересный, какой босс интересный Блядь Джеесть, просто, блин, вот это вот интересный файтер Блядь Да Кого? Ладно, окей, окей Пять Рано Пять 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 Подпишись Пять Пять Найс! Найс! Вот это было круто! Ну, такое даже почитать интересно, слушайте. Нет, реликт все-таки. Окей. У меня будет курьер Татьяныча. Что-то новенькое. Ключник. Круто. 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 Расческа. Красивый цветочный орнамент. Какая-то расческа Вопрос в дом Барсоди, да, закрыт Ух, сколько тут всего Очередной незваный гость, похороненный ключником Семена и луковицы Здесь кто-то все еще сажает цветы Так, ну что, тут что-нибудь еще есть или нет? Опа Милителя Пильфрея Да зачем эту лопату одевать? Ну что вы докопались? Все, довольны? В США не, конечно, был Должны быть, воры пытались тянуть статую веревками, но кто-то их спугнул Кто бы это мог быть, да, чат? Хммммм Кто-то их тут спугнул Это вот, конечно, задача просто неразрешимо сложная Да я знаю, что лопат с лайфстином Я же умею читать, ну вы чё Я боюсь Господи Что, что происходит Ничего не понимаю Субтитры сделал DimaTorzok Какого... Ну привет Внимательней надо быть Странно, что до сих пор нет перегруза Альбом для наброска DimaTorzok Это что было? Если музыка багнула Давайте перезайдем Ну я не думаю, что это на самом деле такая Что такая вот загрузка поможет Там надо, наверное, игру будет перезапускать И то, кстати, не факт, что поможет Потому что помню, меня так доебали По поводу музыки там И всё равно я помню Загружался, загружался в итоге Там перезаходил, ничего не сработало Это, блядь, что такое было? Спасибо, что это было 21 год Да, то же самое А, нет Поменялось Я могу бахнуть кошку, но это ничего не поменяет Чат, вам всё равно будет супер темно Так, так ещё плюс ещё Так ещё всё черно-белое стало По всему прочему Факел? Ну уже поздно, я уже кошку бахнул Ну ладно, ладно Всё чистое Стол сервирован Похоже, этот ключник постоянно накрывал на стол Ну пошли выше Мне нужна шлюпа Спасибо, я за соточку Так, ну А ардом это, наверное, не пробьётся О, смотрите, лол, Ольгерт Ольгерт Ольгерт, которого я никогда не знал Он был тогда другим человеком Ну, удачи тому, кто пытается, что я могу сказать Какой-то лысый челик Все счастливые семьи похожи друг на друга Каждая несчастливая семья несчастна по-своему Смотрите-ка Геральт обронил кусочек мудрости Следы пожара, интересно Интересно Смотрите-ка Смотрите-ка Ох, господи Ну давай, давай, давай драться, давай Так, стоп, маловато выпил Что-то не выпил Раз А, вот Извини, Петри Так Бомба Лунная пыль есть Можешь какой-нибудь отвар бахнуть Ну давайте закиму Да Погоди Ты Погоди Было Ну, я ожидал что-то примерно такого Ну, скорее всего, надо что-нибудь типа сжечь там эти картины или что-то такое Или как-то с ними взаимодействовать Вот так вот, да Да уйди ты, блядь Это что было? Это был призрак с картины Давайте читать Бестиарий, духи и призраки Призрак с картины Очень часто призрак связан с предметами, которые он любил в жизни Или просто с местной смерти В обоих случаях в игру вступает один и тот же фактор Крепкая эмоциональная связь, из которой призрак черпает свою силу И Ниго Сван за гранью естественного мира Пройдя по имению фон Эверика, ведьмак наткнулся на женщину-призрака Неупокойная душа могла контролировать находившиеся в доме вещи, а в особенности картины Она свободно перемещалась между развешанными на стенах полотнами Входя в одно из них и выходя из другого Сначала она пыталась напугать Геральта и лишить его воли А затем открыто напала на него Бой с призраком был очень тяжелым, поскольку переполненное огнем создания Негативно наступала на ведьмака Геральт был вынужден молниеносно парировать удары Не имея возможности минуты передохнуть или ответить на атаку Ага, все так и было, да Кроме того, женщина-призрак устанавливала связь с окружавшими ее картинами И пока ведьмак не разрушил ее, восстанавливал утраченные силы Причем, к победе в бою с призраком с картиной Было умение неустанно парировать удары Ага, да, я мастер парирования И то и дело атаковать самому Лобовая же атака всегда натыкалась на смертоносную контратаку духа Да, все так и было, подтверждаю Спальня Здесь должна была быть ирис Вон она Это должна быть она Зараза А ты чего ожидал, что она живая будет? Ты хотел ее увидеть? Вот она Нужно тщательно подбирать слова для своих желаний Меньше разочарования будет Это что, шутка какая-то? Почему вы сразу не сказали, что она мертва? Ты не спрашивал? Ну, справедливо Почему никто ее не похоронил? Мы не можем А ключнику она при жизни Велела держаться от себя подальше Он и сейчас исполняет приказ Нет, не исполняет, я его убью Отчего она умерла? Я не вижу ни ран, ни следов борьбы Сердце разорвалось Да? Ты имеешь в виду инфаркт? Нет Просто разорвалось Так не бывает Ну, это трудно поверить Но именно так все и было Однажды Ирис закрыла парадные двери на ключ Легла здесь И умерла От тоски и одиночества От тоски и одиночества сердце не разрывается Чем дальше вылез, тем я больше удивляюсь Почему вы вообще мне помогаете? Нас призвали служить Ирис фон Эвери Наша госпожа умерла Но это не освободило нас от службы? Понимаю Вы хотите покинуть это место И эти тела Ты удивлен? Нет, вовсе нет Ее дух не упокоен Он в ярости Почему? Госпожа фон Эверик пережила много бед Она отвыкла от гостей и не любит людей Она не слышит нас Выходит, я должен поговорить с духом, Ирис До нашей хозяйки нелегко достучаться Ее переполняет злость и горечь Есть один способ Мне нужно похоронить тело Ирис Но кладбище ключника место неподходящее Там слишком много крови и страха Она часто бывала в саду перед домом? Тогда может там Погоди Возьми этот ключ Он откроет главные двери Хорошая собачка Это смешно Портрет Ирис и Олингарда Да Бэкхэм и Дэвид Бэкхэм и как ее Виктория Бэкхэм Бургер остынет Я тоже думаю Ну давайте Прервемся Минут на 10 Я захрючу И что-нибудь посмотрим Во, я даже знаю, о чем Мне рекомендовали посмотреть кое-что Мне уже обложка нравится Сейчас только я по пицце возьму Так, ну вроде еще тепленький Прямо здесь и посмотрим Так Откуда начать Откуда мне начать? Ну не будем досматривать, если нам не понравится Всем привет, дамы и господа С вами Юрий Хованский Я Я потратил 100 тысяч рублей на охуенный логотип от ведущей дизайн студии в России Артемия Лебедева Я уже слышал, кстати, историю про экспресс По программе экспресс дизайн По программе экспресс дизайн Да, я такой уже Читал такой твит недавно Про дизайн для какой-то бутылки что ли Там, типа, для какой-то воды Типа И просто, лоп, белый прям угольник Так орался Сегодня я вам расскажу Самое главное, что я вам это покажу Ребята Потому что лучше, блядь, один раз увидеть Чем сто, сука, раз услышать Но перед тем, как мы начнем Если вы хотите позволить себе такие же дорогущие логотипы Реклама Лучший способ это наши друзья Я компания 1xbet Компания 1xbet Хованский Половинь тысяч рублей Короче Как все началось Я наткнулся на канале Артемия Лебедева На ролик Который назывался Хованский стал помощником депутата Я его посмотрел А обнаружил там про себя буквально несколько секунд Знаю слово депутат Госдумы Все остальные слова мне неизвестны Кто такой блогер Хованский Я вообще не еду Я решил Что нужно исправить это Досадное недоразумение Почему Артемий Татьянович не знает меня А у меня появились лишние деньги Ну теперь я понимаю Что они были нихуя не лишние Но Вроде как лишние деньги Я решил заказать разработку логотипа Делал ли я это ради хайпа Ради того чтобы обо мне написал Лебедев Посмотрел чем я занимаюсь Возможно Но в процессе разработки мне пришло поле Куда введите все свои пожелания Типа по логотипу И я очень сильно испугался Что я сейчас вобью свои пожелания Я то думал что там просто делают логотип И тебя не спрашивают Но Я вбил свои пожелания и сидел Буквально неделю-две На очке Потому что я думал Блин А вдруг они сделают Просто что-то такое пиздатое И типа Ну Не получится Блять Пообщаться на эту тему с подписчиками К счастью Получилось Как получилось Друзья Да, первый раз смотрю Позвольте представить вам Новый логотип Канала Юрия Хованского Он сейчас перед вами Точнее его составные элементы Вам может показаться Что вы ебнулись Я вообще думал Что мне снится сон И знаете Во сне То есть Ну Вы смотрите там На какой-нибудь экран И там вместо значков Вот какая-то хуйня Типа бегает Поебень Буквы Цифры Блять Вот я думал Я сплю Я себя ущипнул Но нет Я Чтобы вы знали В описании Указывал Ну вот В этом Что вы хотели бы От логотипа То что-нибудь Было запоминающийся И чтобы в нем Не использовалось Словосочетание Юхэ Ну сочетание букв Потому что Юхэ Это хуй наоборот Типа Ну уж не знаю Почему Но хотелось бы Может это полууголовное Такое воспитание Российское Но почему-то Хуем наоборот Мне быть не хотелось Теперь я начинаю думать Что хуй наоборот Наверное Не самый плохой Из вариантов Потому что Вот Как выглядит Моготип Моего Канала Вот он Вот Это Синяя штука Это Определенно Синяя штука И Ну Тут есть Буквы Х И Квадраты Я вот Если так наклониться Вижу Пакмана Овалы Вот Смотрите То есть Я Я Вот Вот если так наклониться То вот это похоже на Пакмана Видите С глазиком даже Он типа ест таблетки И типа я не знаю Ну типа он за решеткой сидит Или что это Мне много делали Каких-то логотипов В основном Когда я занимался стендапом Там с микрофоном Что-то типа Или Ну С какой-нибудь такой хуйней Там с кружкой пива Но Это Друзья мои Я даже не знаю Я Мне целый день скидывали Всякие какие-то паблики Про дизайн Там везде писали Про мой логотип И там Прикрепляли опрос И один из опросов Типа был Это метамодерн Или это фуфлище И хоть 80 человек Проголосовали За это метамодерн Около 800 Проголосовали За то Что это Фуфлище И там не было Слова фуфлище Я не хочу сейчас Оскорбить Дизайнера Который это делал Там было другое слово Там было другое слово В телеграм-каналах Нет цензуры Поэтому Но Короче Друзья Если вы думаете Что это все Какая-то поебень Чтобы меня затроллить Сейчас я покажу вам Историю Разработки Откуда Берутся Эти геометрические фигуры Смотрите внимательно На экран Буква Х Появилась Как я понимаю Из превьюшки Хлеб за 12 рублей Хлеб стерлингова Дальше Почему-то она Типа На Бровях у Юлика Я немного не понимаю Что это Вот это вот Поебень с кавычками Которая Ну Блядь Является основой Для логотипа Это мое лицо Это Посмотрите Посмотрите Какой Это мое лицо Оно выглядит Вот так Я Я Конечно Ну я понимаю Что оно выглядит Не как у Айна Гослинга Но Это мое лицо Это Блядь И Круги Появились Потому что Лицо Которое наложили На Юлика Из него Изо рта Что-то выходит А видимо Черточки Это Черточки Я не понимаю И здесь Показан Пример Применение Посмотрите Это кадры Из ядерной братвы Выглядит Будто Какие-то Сектанты Расписали Его к Пасхе Типа Христос Воскрес И нарисовали Яички Что это Что это Что это Блядь Это Геометрическое Безумие Что это Блядь И обратите Внимание Вот тут На футболке Появляется Надпись Хова Которая Выглядит Более Менее Стильно Если Убрать Вот эту Дикую Ха Как будто Я какой-то Зора Но очень Пьяный Зора И под конец У меня Немножко Шпага Блядь Ёпта Идет Влево Или вправо Но Смотрите Здесь же написано Хова Более Почему Нельзя было Просто Я Что Вы покупали Такую футболку Я отпечатаю Мне Мне говорят Сансов Хованский Не Такая Интересная Вот Хотите Вот Такую С Черепом Или что Это Череп С кавычками Буквами Х На нем Блядь Теперь Смотрите Как это Выглядит В динамике Господи Помилуй Да мне же Страшно Это Как будто Меня Древними Рунами Пытаются Убить Вместе С Юликом Что Это Почему Почему Эта Хрень Накладывается На наши Головы Она же Даже Ну Она Не похожа Не на Блядь Это Похоже На маску Какую Блядь Типа Я не знаю Капитана Америки Пиздец И вот Это Это Мое Любимое Чуваки Если вы Сегодня Долбили Блядь Кислоту Лучше Нахуй Выключайте Видосы Если вы Эпилептик Блядь Немедленно Спасайтесь Потому что Это Чуваки Пиздец Я Вообще Типа Это Я Хуй Знает Это Просто Посмотрите Давайте Это 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 Что Блядь Что Происходит На экране Это Заставка Скринсейвер Какой Типа Из Ранних Версий Винды Типа 95 Или 98 Что Происходит Блядь Что За Дища А тут Когда он Боком Это Как будто Миллениум Фелкон Только Очень Жирный Что И Причем Что Это Такое Арт Директор Артемий Лебедев Дизайнер Николай Иронов Менеджер Денис Железный Дата Выпуска Сделана За Один День Чем Я За Один День Я Специально Посмотрел Я Далее Логотип Агентства Like VR По той Программе Экспресс Вот Этого Пиара Смотрите Ну Тут Конечно Тоже Не Абы Что Но Сделано За Девять Дней Да Блядь Ну 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 За Девять Дней Они Сделали Вот Такой Логотип Ну Блядь Я Я Вернул Посмотрите Сделано За Один День Можно Было Поработать Второй День Просто Арт Директором Проекта Числиться Артемий Лебедев Я Мне Было Поху Если Там Какой Людвиг Или Кто У Них Там Блядь То Есть Вот Эту Хуйню Чувак Сделал За Один День Принес Лебедеву И Лебедев Такой А Да Это Ж Блогеры Блядь Они Сами Говнище Лепят Дай К ему Вот Пускай Блядь Лучше Займись Этим Логотипом Для VR Агентства Блядь Делай Его Девять Это Это Пиздец Это Ж Ну Я Я Ебал Нет Я Я Из Тех Ценителей Знаете Современного Искусства Мне Понравился Логотип Белый Прямоугольник Для Квадрат Который Лебедев Сделал Для Минеральной Воды Даже В Джон Федоре Что Блядь Было Такое Но Это Пиздец Я Думаю Джон Федор Были Были Счастливы Если Им Показали Это Они Такие А Наш Еще Типа Не Так Плохо Мы Могли Получить Вот Это Это Что Тут Есть Этап Разработки Обратите Внимание Процесс Да Бутылки Пива Это Хотя Бо Читается Люди А Хованский Алкаш Сой Жив Многие Не Помнят Истории С Виктором Сой Но Блядь Ну Это Уже Хоть Что Х В Вот Христос Воскрес Очень Понравилась Эта Иде Перекрещенный Пивас Перекрещенные Шавы Перекрещенное Вино Перекрещенные Чипсы Я Их Даже Не Люблю Микрофоны Окей Это мы проходили уже Это Не самый удачный вариант Какая-то Блядь Дресня Радугой Потом Блядь Дресня Дреснёй Зелёная Потом Й Юрий Хованский Й Й Ну Честно говоря Это Наверное Было бы Ещё хуже Просто Буква И краткая Но Ну я С другой стороны Юрий Хованский Это Я бы Я бы Хотя бы Блядь Я знаю Что такое Буква И краткая Нахуй Вот Вот В чём Её преимущество Очевидно Здесь Идут Какие-то Блядь Свастики Из моего имени Сделанные Блядь Какие-то Блядь Копирайты Вот Это Вот Ебать Ну Даже Такой Логотип Я бы Понял Даже С Владимиром Кольком В виде Моих волос Дальше Начинается Какая-то Комбинация Юх Хотя Я просил Без Юха Но Но Блядь Даже Я бы Взял Вот Этот Юх Вот Тут Четвёртый Вариант Юха Пятый Вариант Юха Да Тут Блядь 6.1 6.2 Я бы Просто Если бы Меня Предупредили Что Я написал Что не надо Юх И вместо Юх Сделают Хуй Какой-то Блядь Непонятный Я бы Взял Юх Это Пиздец Какой-то Будто Я Грибов Блядь Глюциногенных Объел Это Пакман Что Пакман Я Пакман Пацаны Хованское Кладбище Мало Мне Того Что Мне Каждый День Моей Жизни По Десять Долбоёбов Пишут А ты Знал Что Есть Кладбище Хованское Так Ещё И на Логотипе Будет Опять Юх 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 И смотрите Сколько Логотипов Которые Не очень Удачные Но Любой Из них Артемий Лебедев Мог утвердить Как финальный И выбрать Его Любой Из этих И это Тут хотя бы Блядь Написано Юрий Хованский Юрий Но Но Смотрите После 24 Логотипа Но Ещё 19 Начинается Какой-то Пиздец Это Какая-то Собачья Миска Потом Вот Это Поебень Потом Два Хуя Входят В какую-то Жопу Или это Пестикулы Я не понимаю Потом Я блюю И у меня Видимо Простреливают Затылок Из всего Этого Раз Два Ты Ёбаный В рот Из всего Этого Многообразия Они выбрали 26 Вряд Вот Этот Артемий Признайте Вы Это Нахуй Сделали Нарочно Вы Вы Это Сделали Я Просто Не понимаю Я же Читал Ководство Там Красивые Логотипы Примеры Красивого Дизайна Я Бизнес Линчи Читал Там Где Говно Вы пишите Говно Где Охуенно Там Охуенно Но Это Это Даже Не Говно Я Я Не Знаю Что Написать Что Вы Написали Увидев Этот Вот Это Посмотрите На Этот Психоделический Мультик Какой-то Из Совка Что Происходит Пол-литровая Мышь Блядь С Ёжиком В Тумане Потрахалась Блядь И мою Фотографию Кто-то В Пейнте Добавил Что Тут Происходит Сейчас Это Это Череп Блядь Летает Внутри Квадра Блядь Это Это Вообще Вот Просто Надпись Хова Да господи Отдали бы Ее мне Я могу Ее забрать Мне Можно Или Нельзя Я Вот Просто Давайте Хова Возьмем Ну Блядь Похуй Она Не А Я Еще Просил Чтобы Она В кружок Вписывалась Помню Я Указывал Вот В этой Пояснительной Строчке Пусть Эта Хова Не Уместится В кружок Но Хотя Будет Как Печать У меня Буду Ну А Че Мне Делать Кто Мне Такую Печать Сделает Я Приду В Магазин Печать И Мне В дурку Сдадут Нахуй Описать Он Типа В дремучем Времени Он Просто Такой И В этой Книге Было Омерзение Земли Я Ничего Не мог Понять Но Как будто Древний Голос Звучал В моей Голове И Он Говорил Мне Тебя Наебли Юра Тебя Наебли На сто Тысяч Это Хуйня Они Прикалываются Это Не На самом Де Тебя Наебли Это Был Ктулху Я Думаю Посмотрите На канале Я надеюсь Я уже Поставил Себе Такую Шапочку Будет Пока Стоять Пускай Я Заплатил За эту Хуйню 100 тысяч Рублей Я Получу С нее Хоть Какой То Профит Но В конце Посмотрите Вот На это Это Выражение Моего Лица Когда Я Впервые Увидел Дизайн Не знаю Как Возможно Они Следят За мной Через Веб Вот Это Прям Вот Я С Логотипа Первый Момент Женя Утопия Шоу Написал Пост На эту Тему И Предложил Блогерам Сделать Лебедев Челлендж Типа Позаказывать Себе Логотипов Обсудить Из этого Сделать Хайп Но Удалил Этот Пост Я Думал Долго Почему Потому Что Ему Написал Егор Самая Вонючая Крыса Лоскутов Блогер С Канала Егор Не путать С Егором Пентиум Бич Типа Да Хованский Тупое Говно Вонючая Мразь Артемий Лебедев Такая же Мразь Они Нашли Друг друга Во первых Мразь Здесь Только Ты Егор Тявку Свою Закрой Еще раз Узнаю От какого Блогера Что ты Пиздишь На меня Серьезно Серьезно Камня на камне Не оставлю Хуесос Жестко По поводу Того Что мы Нашли Друг друга С Артемием Лебедевым Да Возможно Вот Я своим Пиздежом Про Весь этот Метамодерн Постиронию Я частично Заслужил Такой Логотип Но Не кажется Ли вам Что Издеваться Над человеком Можно Например Типа Бесплатно То есть Если бы Он такой А мы вам Сделаем Логотип Юрий Бесплатно И прислал Мне эту хуйню И я такой Артемий Ты Блять Вот у него Чистого юмора Ну а за сто тысяч Вот так вот Типа Ну Даже Надо мной Я Я все Понимаю Ну Куда мне Нахуй Деть Этот логотип И мне Кстати Целый день Сегодня Кидают Дизайн Чувака С Честный Иду С Пикабу Который Не получал Естественно Моих указаний По поводу того Что я не хочу Использовать Юх И он Прямо Сделал Хуй Наоборот Мне все Кидали Но знаете Что я хочу Сказать Во первых Он сделал Мне его Бесплатно Он Блять Это Я трону Потому что Для меня Вообще Редко Кто-то Что-то Делает Бесплатно Ну Смысл В том Что Тут Хотя Блять Это Можно От руки Нарисовать Это Я Представляю Себе Такую Визитку Блять Я могу Дать Такую Визитку Кому-то Типа Ну И чувак Просто Такой Юх Типа Ну Он В интернете Они Такие Шутники Как бы Юх Хуй Да Прикольно Конечно Да Ну Тупо Но Прикольно Что Я могу Дать Людям Вот С этим Логотипом Вы бы Купили Чашку Такую Вот На Коты Вы Пришли бы На работу С этой Чашкой Коллеги Перестали бы Стали бы Короче Замолкать Когда вы Подходите К кулеру То есть Вас бы Сразу О Да он Это Сектант Какой-то Это Наверное Какая-то Блять Установка На богатство Блять Рунами Написано Я хуй Знаю Но Я-то с нее Богатство Точно не получил Только бедность Поэтому Пацаны Я понимаю Что от Артемия Татьяновича Я уже Ничего не добьюсь Но если вы Хотите Помочь Я объявляю Конкурс Лучшего логотипа Для моего Канала С призовым Фондом Тысячу Рублей Позиция Принципе Тысяча Почему Потому что Вот интересно Просто Что люди Сделают За тысячу По сравнению С тем Что я получил За сто тысяч рублей Я бы конечно Мог объявить И сто тысяч рублей Но ребята У меня нет денег На два За сто тысяч рублей Я думал Я думал Вот я говорю Моим самым большим страхом После того Как мне пришла Эта форма И я написал Бля Своё пожелание Будет Что мне сделают Пиздатый логотип Я прям такой Лежал И я такой Блядь Вот все Все будут Блядь Писать Что Хованский Блядь Ёб Ты хотел Похайпиться А ему сделали Пиздата А он ничего Не понимает Вообще Но На самом деле В глубине души Я хотел Пиздатый логотип Просто Если бы я его купил Просто так Вы бы такие Ты охуел Сто тысяч Въебывать А так Я думал Что я вроде как Отмажусь Типа Ну Я знаете Хотел получить Какой-нибудь веселый Пиздец Типа А получилось Круто И хорошо Но получилось Блядь Не веселый Пиздец Это не Неиспользуемо Это Веселый Пиздец Это был бы Как мем Чизбургер Я бы начал Мерч с ним Запускать Типа На 6,5 Из 10 Но из этого Не получится Мем Потому что Это хуйня Людям в ночных Кошмарах Будет сниться Мемы должны Быть веселыми Это пиздец Это Как расчлененка Или Блядь Какой-то Капрофильская Порно Я смотрю На это И блядь У меня безумие Начинается Я схожу С ума Нахуй Ну в общем Если У вас есть Какие-то Варианты Для логотипа Которые вы сделали Обязательно Присылайте их На почту Сейчас Минута осталась Которую я Надеюсь Не забыл Здесь указать А на сегодня Все Пишите в комментах Как вам логотип Я в принципе Представляю Я не думаю Что там будет Что-то необычное Что типа Там будут Комменты Юра Ты че Ахуенно Но вы можете Такие написать Как бы Проявить Так сказать Причастность К пониманию Высокого Искусства Которое я Явно не обладаю Также напоминаю Вам Что можно Ставить лайки И оформлять Спонсорскую подписку Теперь есть Несколько вариантов Спонсорской подписки Оформите Самый топовый И я зафоловлю Вас в соцсетях Будем играть Вместе В стиме А А А Кликайте Спонсируйте А на сегодня Все Всего вам доброго И Я не могу Откуда Начать Откуда Мне Начать Всем привет Дамы и господа Ой господи Что-то у меня Прям аж Нехорошо стало Что-то Так порофлил Что-то аж Нехорошо Теперь Фу Так Чат Две минуты Сейчас Две-три минуты Перекурю И Идем хоронить Чувиху Иисус Два-три минуты Два-три минуты Два-три минуты Два-три минуты Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, всё. О, прям настроение поднялось. О, Иисус. Это, блядь, что такое было? Спасибо, парамилл-34. Я не готов отдавать 100к за такое. Там ещё, знаете, какая фишка же? Там по условиям этого экспресс-дизайна, типа, ты не можешь вообще ничего предъявлять по этому поводу. Там, что тебе что-то там не понравилось. Там, это вообще, типа, абсолютно насрать. Думаю, она любила здесь сидеть. Но это не лучшее место для могилы. Типа, типа, что сделали, то и сделали. Типа, что сделали, то и сделали. Надо искать дальше. Да не буду ставить донат-гол на это. Если я поставлю донат-гол, и он соберётся, я с тобой не отдам эти деньги за логотип. У меня жаба задушит отдавать 100к. Ирис Хон Эврик любила цветы. Но вряд ли она захотела бы их уничтожить. Ладно. Поищу другое место. Егор Грид стримит на Твиче? Это какой-то спортсмен? Или кто это? Крит. Что-то знакомое. А, это Аполло Крит. Спортсмен. Рэпер? Ну, я такой не интересуюсь таким. Вот это место, пожалуй, подойдёт. Да. Она любила здесь рисовать. У госпожи фон Эверик были какие-то пожелания? Как она хотела быть похоронена? Она боялась смерти и думала, что никто её не похоронит и не скажет доброго слова. Значит, я сделаю и то, и другое. Это, блядь, что такое было? Спасибо, клип из 15 месяцев. Придуманный спортсмен. Ну, спортсмен же. Я не знал, Ирис фон Эверик. Ирис фон Эверик была талантливой художницей. Ирис была женой. Так, ну, ладно. Я не знал. Я не знал, Ирис фон Эверик. И не могу произнести достойную речь. Но... Так, ну, давайте альбом. Твоё имя написано на этом альбоме. Может быть, ты хотела бы, чтобы его похоронили вместе с тобой? А, блин! Я больше не... Я думаю, я всё смогу туда в кучу сложить. Надо было что-то одно выбрать. Вы двое. Скажите хозяйке что-нибудь на прощание. Мы не разбираемся в людских литвовах. Мы верим, что ты сделал всё согласно вашим обычаям. Гид будет другом передать привет Ксюхе. Скажи, чтобы она вставала и делала дела. Ксюх, привет! Иди делай дела. Хватит лежать. Останки погребены. Попробуем её вызвать. Дух неупокоенный. Я сложил твои кости. Забудь о гневе, забудь о скорби. Яви своё обличие. Уф, какая. Прости, что вырываю тебя из твоего мира. Мне надо тебя кое о чём... Красиво. Красиво. Ладно, полезли в картину. Это нарисованный мир. Работа Ирис фон Эверек. Выглядит жутко. А вы как сюда попали? Мы существуем сразу в двух мирах. Странное место. Оно родилось из снов Ирис фон Эверек. При ее жизни этот мир был лишь в ее мыслях, а после ее смерти он обрел плоть. Трудно поверить в такую небылицу. Лучше уж поверь и будь насторожа. Нарисованный мир вовсе не безопасное место. Все это прекрасно, но где Ирис? Она пробудилась лишь на минуту. Если хочешь с ней поговорить, нужно вырвать ее из сна надолго. Только как? Ты же следопыт, верно? Присмотрись к тому, что тебя окружает. Ну и... Этот мир состоит из поблекших воспоминаний. Наша хозяйка хочет стереть их из памяти, но не может. Найди их. Исправь. Призови страхи, что мы учим в Ирис фон Эверек. Хорошо, что мы в картину вандерхуя попал. Легко сказать. Интересно, я могу что-то сюда просто уйти? Призрак Ольгерда и его жены. Но почему они не движутся? Это воспоминания. Но стертое, неполное. Ты должен осмотреться и исправить его. Стать ли человеку скромным? Куда там? Смотри, небесное пламя. Век за веком одни погромы. Вширь и вдаль погибают земли. Брат идет на брата взлости. Когда одни бедны, другие богачи. Кто прячет хлеб, тот пышет желобством. И ты хоть плачь, хоть хохочи. Испробуй же моих плодов. Официальных будь здоров. Что это зверство? Это преступление? Змеиный яд сочится в мире. Гнев Божий не оставит никого и вызовет потом. Человек – это сонная загадка. Вот гусеница вся в слези. Под громом с высоты небес. Взглянуть мне на нее брезгливо. Как вдруг волна чудес. Два новеньких крыла. Жик и будто не бывало. Да помнит эту мысль человек. Да вспоминает наше сердце. Это чудо не забыть вовек. Столько жизни в таком тельце. Тому, кто ищет от плоти свободы, молит совета с небес. Пусть несет эта сказка надежды рассвета. Какие-то белые стихи, чуваки. Остатки сервиза. Десертного или чайного? Полита? Это, наверное, не то. Или срисовало имение. Или срисовало имение. Надо в руку и палитру вставить. Так, ну сюда чайник. Это, наверное, не то. В смысле, почему это? Это, наверное, не то. Ну не палитра же. Будто здесь и было. Да? Они явно... Поляки явно Боба Роса не смотрели. Художник держит палитру. Вот так вот. Как Боб Рос. Будто здесь и было. Мы должны завести собаку. А лучше собаку и кота. Когда придет ненастье, Пес будет греть нам ноги. А кот играть клубком шерсти у камин. Как ты думаешь? Ты меня вообще слушаешь? Прости, дорогая. Я зачитался. Готишный какой макияж у нее. Да, очень. Знаешь, пойдем лучше внутрь. А чайник-то зачем мне? Я зачитался. Да не... Господи, арт, я же говорил. Да почему Ирден-то? Дивни, думаете? Ну давайте попробуем. Ну да, слушайте, правда. Что это? Тоже воспоминание? Господи, это еще что за... Нет, кошмар. Воплощенный страх, с которым тебе однажды придется сразиться. Бренд. Приятного апреля. Серый френовый страх! Бренд. Бренд. Ура. Крепель. 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 ты сметь пчел то надо прогонять больше еще одно воспоминание остатки праздничных украшений чашка рюмка точно как в руке у ольгин да ага будто здесь и было твое здоровье жена и твое муж моих краях новобрачных принято встречать хлебом с солью но пока что мы одни кроме тебя мне никто не нужен я бы хотела чтобы эта минута длилась вечно я подумаю как это устроить пойдем я покажу тебе дом хорошо только я знаю что это глупо но он так долго стоял пустым а я а ты боишься пауков я же знаю я собрал их всех и выбросился всех прям ты позаботился обо всем так Окей, ладно, юзинчи ты Найс Сраные пуки Да, конечно, вихрь очень хорошо работает, когда ты врага зажимаешь к стене, так что он не может от тебя уходить Тогда, конечно, вихрь имба Снова этот образ Мечебастый мужик Закрыты? Закрыто Ну, про квесты Тодо я уже говорил Что после ведьмака, конечно, будет немножечко так, мягко говоря, грустняво играть Выиграть Тодо Говарда Не то чтобы прям супер сильно грустняво, но достаточно Дом другой, кстати Снова сон о прошлом Наверное, тоже неполный Ну, в смысле, по-коротнице словами, а что мне Тодзе делает? Он вообще в другой стране Новый дом? Да, жду скорее Со мной сюжет, да, прошел, конечно Это, блядь, что такое было? Спасибо, Лайфи, за 31 месяц, чувак Спасибо Торжественный обед Они хотели угодить гостям Мне кажется, или Мне кажется, да, чат? Да точно кажется Серебряная нить, жемчуг Эта кукла должна была стоить целое состояние И что? На картине они были зажжены Но это не все Я уже видел эту расческу В реальном мире она хуже сохранилась Так, игра Что ты хочешь от меня? Камин зажечь Ластов вас, конечно, жду Конечно Доченька, все хорошо? Бледная ты какая-то Рассеянная Да нет, все в порядке Расскажи лучше, как вы Я так рада вас всех снова видеть Только что же бабушка с дедушкой не приехали Дорога дальняя, ухабистая Должно быть, они все еще не хотят меня знать, да? А это что? Мы привезли вещи Ирис Любимую расческу Детскую куклу А это Это тебе Векселя? Мы выплатили все твои долги Чтобы на семье позора не было Как мило, что мама и папа обо мне помнят Ольги Ну вот, видишь, какой он А ведь мы отговаривали тебя от свадьбы Мужелан и голодранец, который якшается с головорезами Ты не боишься жить под одной крышей с этим отребьем? Опять ты Ну что, человек, крипит? Как вы считаете? Или нормас? Не нравится мне это место Супружеская спальня Свеча почти догорела Кот, да в чем твоя проблема? Ты можешь успокоиться? Это что такое? Окровавленное полотенце Полотенце испачкано кровью Это нехорошо Ночная рубашка Горется, ее никогда не носили О, может сейчас надо бы учуиху одевать в ночную рубашку? Было бы прикольно Следы крови Кто-то сперва мыл здесь руки А потом вытер их об это полотенце И все? Который... Который час? Поздно Спи Ты опять сидел всю ночь в кабинете Что у тебя с руками? Ничего Немного испачкался Это кровь? Ты порезался? Это чернила Я писал письма Знаешь, я скоро собираюсь в Аксимфурт Может поедем вместе? Ой, замечательная мысль Поездка пойдет нам на пользу обоим Значит решено Давай ляжем спать Я устал Теперь я уже точно не усну Это исключено Пойдем я закончу твой портрет Зачем начну рубашку Зачем я взял Нет, с нюком отменилось Он зассал Снова стертое воспоминание Свежие Будто кто-то только что Обрызгал их водой Портрет Ольгерда Но рисунок отличается деталями В натюрморте чего-то не хватает Наверное, нужно воссоздать натюрморт с картиной Вы что, рафлируете? По-прежнему что-то не так Так, виноград слева Яблоки справа, кубок сзади Наверное, нужно восс... Кубок в центре Бокал Может, с этой стороны? Наконец-то Все как на картине Улыбнись чуть шире Вот так? Я прошу улыбку, а не оскал Нет, не то Улыбнись так, как тогда Когда отец согласился на нашу свадьбу Пожалуйста Ничего не выйдет Я же вижу, что тебя что-то гложет Я должен еще немного поработать Снова? Мясником? Ольгерт Мы же обещали не держать никаких секретов друг от друга Ты помнишь? Прости Я не хочу об этом говорить Ну, Ольгерт Ольгерт Сейчас что-то, похоже, ужасное произойдет Вы готовы, чат? Ольгерт Субтитры сделал DimaTorzok Это лаборатория мастера фон Эверика. Здесь он изучал магическое искусство. Интересно, интересно. Интограмма, чтобы удержать призванное существо. Линии стерты. Нужен мел, чтобы их поправить. А потом расставить свечи. Свечи из пчелиного воска. Договор на крови или о чуждых сущностях. Книга о договоре с демонами. Любой, кто призывает пришельцев другого мира в нашу реальность, сильно рискует. Будь то бестелесный дух в эфире или дух, занимающий тело подготовленного хозяина. Он постарается получить свободу, что чревато страшным беспорядком. Так духа надлежит призвать исключительно внутрь защитного круга, который свяжет его крепче любых снов. А, оков. Круг должен быть полным и бесконечным, без разрывов. Его рисуют решительным твердым движением мела. Так как линию легко стереть. Случайно или по хитрости духа, круг надлежит усилить с помощью свечей пчелиного воска. Именно так круг станет непредодалимой преградой для духа. Ну, допустим. Зимой усадьба была действительно мрачной. А где мел? А, вот. Мел. Хорукас. Черная магия. Да это не по-настоящему. В нарисованном мире не считают. Этого должно хватить. Теперь свечи. В центр пентаграммы, на углах пентаграммы, в круг, в который вписана пентаграмма, на углы и на круг. Так, мне кажется, надо на углы пентаграммы ставить. Если я правильно понимаю. А если вот так? Ничего не выходит. Ну, значит, последний вариант. А может так? Что-то, я видно, перепутал. Да в смысле? На круг, в который вписана пентаграмма. Ну, ладно, окей. Тогда, может, так? Вернись. Мы должны поговорить. Оставь меня. Я хочу побыть один. Не в этот раз. Вернись сейчас же. Оставь меня в покое. Я просто хочу поработать спокойно. Моя идея была с сериалом. Ну, я, к слову говоря, я так и хотел поставить. То есть, я углы имел в виду, типа, внешние углы пентаграммы, которые на круге находятся. Какие еще чары мне использовать? Я перепробовал все. Я хочу разорвать наш договор. Явись! Огонь! Все сюда! Кушайте пожар! Этого я не ожидала. Я не ожидала. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, такой, так сказать, разумный подход Так вот, значит, как он коротал долгие зимние вечера Контракт должен был держать отец Жестко? Ты говорила, что будешь со мной до самой смерти И я сдержала слово, потому что Ольгерда, которого я знала, больше нет Не так просто отказаться от данного однажды слова, поверь мне Психонет? Ты останешься здесь навсегда Довольно! Ты не будешь нам приказывать! Ты... Отец! Отец! Нет! Эй, слуги! Забрать эту падаль И бросить трупоедам Некрасиво Некрасиво Это-то вообще некрасиво Нет Он только помнил, что должен ее любить Спасибо, доктор Ноу Ху За 17 месяц Спасибо большое А, нет Здесь дополняется, в смысле, просто вот это Я думаю, он здесь каждый раз что-то в описании добавляется Субтитры сделал DimaTorzok я помню здесь мы втроем проводили много времени в молчании займем свои места так как тогда а ты сделай остальное ключник он уже без лица маленькая миска похоже для супа большая глиняная миска для супа наверно да поднос царапины от кошачьих когтей что-то я перепутал еще ничего не делал следы шерсти а я понял большая миска кажется твоя мишка а здесь маленькая миска здорово да сообразим а здесь человеческая еда а это ключник типа он как официант работал у них будто здесь и было вы правда ели из этих мисок конечно же нет я тебе уже говорила что мы не звери но ключник все равно их приносил как ему велели очередной монстр я же просила тебя перестать этих двоих тут и так слишком много кот и пес это твоя компания а он будет тебя стеречь и заботиться о доме чтобы не случилось и еще недавно я хотела знать что там у тебя в голове думала что смогу тебе помочь а теперь меня уже не волнует что ты думаешь и что чувствуешь я ничего не чувствую а у меня нет сил даже ненавидеть тебя выйди ольгерд я не хочу больше тебя видеть ольгерд фан эверик не понимал что мы никогда не сможем его заменить тени его призрака есть в каждом воспоминании госпожи ирис мы приближаемся к концу путешествия влокившийся кошмар скажи в конце самый большой страх ирис фан эверик это какой же моей жене письмо от оргерда ирис я хотел бы также ловко владеть словом как саблей особенно теперь когда моем сердце лишь пустота я вижу как ты на меня смотришь вижу как ты угасаешь я не могу тебе помочь но постараюсь не причинять тебе вред эти письмо и роза мое прощание оставайся в здравии и помни только то хорошее что было ольгерд хорошо еще один басяра и 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 у в в тем веселее ну это точно проклятый, сто процентов так, на всякий случай давайте бахнем еще так, отваров у меня уже хороших то не осталось ни хрена, да из водной бабы еще остался а больше наверное и нечего а у меня уже 93 так, что это будет так, что это будет так, что это будет Ужас, да и хорош! Ольгерд Самый большой страх, Ирис, это получается Ольгерд? Я надеюсь, ты сможешь выполнить три моих желания, и все, у тебя кончится хорошо Да, шестер да чел блять да я жму блин на парирование шона не работа джейс урона охуенно а бессмертие то есть не должно было сработать у меня да она уже сработала я даже не заметил а и и и Хотя какой он нахрен проклятый На самом деле, если это нарисованный мир Чушь Обычный призрак Так, вот сейчас прокнуло, я видел Блядь Небо плачет Ведьма каха Будут Какой он душный, жесть Бля, ну просто Ну что за кал, рили Просто, блядь, не работает у меня парирование Что значит сейчас это невозможно сделать Из-за чего, я не понимаю Охуенно, блядь Просто охуенно Охуенно Какого-то Смотри Что значит Бли Смотри al мал Бли Продолжение следует... Продолжение следует... Охуенно-то как, господи! Блядь, ну я нажал, ну я нажал! Ну ёбаный рот, блядь! Ну жму я на это парирование ебучее! Охуенно как? Блядь, как охуенно сделали? Блядь, блядь! Блядь! Охуенно! Блядь! 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 Это ради меня, Ольгерт, вызвал стеклянного человека и пожелал себе богатства, а потом вечности для нас обоих. Ольгерт справится с Адимом, правда? Скажи, что с моим мужем? Как всегда, блин, одно и то же, просто как всегда, боже мой. Так закрутили, такой сюжет, и как всегда. Так. Твой муж ищет все более сильных ощущений, и скушает судьбу, потому что в глубине души он несчастен. Сердце из камня, а значит, ничего не изменилось. Скажи, Ольгерт вспоминал обо мне? Что он говорил? Немного. А я не спрашивал. Он просто прислал меня за Розой. Роза? Это все, что у меня осталось. И его прощальный дар. Что, как всегда? Ну? Все проблемы, а дальше продолжите сами уже. От лукавого все проблемы. Я, естественно, с ним уведу это. Да, конечно. Мне показалось, что эта Роза для тебя важнее, чем просто память. Я так мало помню. Но когда я думаю о моей Розе, я могу вспомнить то, что было. Мир вокруг меня становится настоящим, а я... Я замечаю и узнаю вещи вокруг. Вспоминаю, кто я и кем была. Да. Мой друг рассказывал мне о чем-то подобном. Ты связана с Розой сильными эмоциями. И цветок это то, что у ведьмаков зовется шпилькой. Он приковал тебя к этому миру. Как пришпиленные насекомые. Это ужасно. Ты должна знать, что если я заберу Розу, то ты, быть может, перестанешь существовать. Вместе с этим призрачным миром. И что тогда случится? Буду я свободна от страданий и печали? Или меня ждет пустота? Ну, скажи так, никто не жаловался пока что? Не знаю. Я не хочу больше страдать. Но я боюсь, что потом только холод и тьма. А в конце... Нет уже ничего. Ты... Я вообще насрать на тебя, господи. Страдать хочешь? Розу отдай. Нет, какая Роза. Можешь ли ты мне ее отдать? Она такая хрупкая. Края лепестков порозовели, как в тот день, когда я получила ее в подарок. Какой ты призрак, лоу. Мне-то какое дело? Мне хватает только капли росы, которая исходилась по листу, когда я взяла ее в руку. А может, я поранила палец ошип? И это была кровь? Не помню. Ты, блин, сама виновата. Просто не выходи замуж за Ольгерда, лох. Просто не выходи замуж. Я не читала того письма. Мне было незачем. И незачем было хранить цветок, который он мне оставил. Я приняла решение. Я отдам тебе Розу. Наша служба окончена. Благодаря тебе мы свободны, незнакомец. Прежде чем мы уйдем, прими совет. Не стой на пути у того, кого называют стеклянным человеком. А если все же решишься, ищи спасение в зеркале, которое нельзя разбить. Зеркало, которое нельзя разбить? Прощай. Типа... Ирис фон Эверик. Я буду помнить тебя. Это уже не важно. Прощай. Это загадка, типа, какая-то? Зеркало, которое нельзя разбить? Вода! Отражение в воде, как зеркало, типа, и воду не разобьешь. Воду ты не разобьешь, она жидкая, лоу. Хе-хе. Видимо, надо будет нырнуть куда-нибудь. О, господи. Иисуси. Блин, Иисус. Так, ладно. Хочу смотреть спойлеры по поводу этой мадь-мазели. Так. Ирис фон Эверек Когда Геральт отправился к Ольгерду Фон Эвереку за третьим и последним желанием Он узнал, что лихой атаман разбойников Когда-то был женат Впрочем, он покинул свою жену, оставив ей на прощание Фиолетовую розу Вот и задача для Геральта Найти эту розу в заброшенном умении фон Эвереку Слушайте, а Кого за афирцы выдали? Я что-то про это Вроде там же тоже про Ирис была речь или нет А, ее типа хотели выдать за афирца Но он ее спиздил все-таки, да? Ага, окей, ладно Так Прибыв туда, он дороже, что в поместье поселили Зобные духи, привязанные к жене Ольгерда Ирис, которая уже несколько лет Как умерла от одиночества Ее ярость и сожаление наполняли старый дом злой энергией Геральт собрал останки Ирис И похоронил их в саду при имении Он руководствовался одновременно банальной людской порядочностью И холодным расчетом Зная, что это примирит и у него покойный дух И поможет найти фиолетовую розу Во время похорон явилась Ирис И забрала Геральта в мир своего сознания Этот нарисованный мир состоял из страха в воспоминаниях Ирис И Геральт предстоял столкнуться с ними Воспоминания Ирис фон Эверек начинаются с счастливых дней Проведенных вместе с Ольгердом Но затем они становятся все более и более мрачными По правде, даже самые светлые воспоминания Омрачены угрожающим облаком Предчувствием надвигающейся беды Ирис фон Эверек была чувствительной женщиной И заметила Первые едва заметные перемены в поведении мужа Однако ей не хватило мужества докопаться до их причины Сердце Сердце Ольгерда фон Эверека превратилось в камень И он стал чудовищем Ирис ненавидела то, во что превратился ее муж Но не могла перестать его любить Они терпели друг друга в тягостном сожительстве Пока Ольгерд не оставила жену Ирис так и не смогла с этим смириться Она даже не смогла заставить себя прочитать его прощальное письмо Зато фиолетовую розу, которую он дал ей на прощание Ирис сохранила Средоточив на ней всю тоску и любовь Бушующие в ее душе Когда она умерла Эти неразрешившиеся чувства удержали ее дух в нашем мире И продлили ее страдания Мешательство в мемока помогло Ирис принять то, что случилось с ней и ее мужем Когда Ольгерд просила дать ему розу Она согласилась, понимая, что это положит конец ее боли И самому ее существованию Ну и хорошо Ой Эм Навигатор, ты в порядке? По-моему, не особо Прокататься собакой Там про них тоже написано что-то Черный кот и черный пес Получив задание найти фиолетовую розу, которую Ольгерд вручил своей жене А он сам понятил ее, как сделать что-то подобное Позже, когда Герлз оттуда с воспоминаниями Ирис фон Эверик Он узнал, что это Ольгерд призвал пса и катаюсь другого мира Чтобы они составляли компанию его жене в его отсутствие Идея, которая может показаться хорошей только человеку с каменным сердцем Двое существ остались верны Ирис даже после ее смерти и превращения беспокойного призрака Но они никогда не любили ее и не сочувствовали ее судьбе Ибо подобные чувства неизвестны их природе В итоге странные Пес и кот вернули себе способность распоряжаться своей судьбой В тот момент, когда Ирис фон Эверик отдала Герлиту фиолетовую розу Прекратив таким образом собственное существование Когда их хозяйка ушла, служба пса и кота закончилась И они стали наконец свободными Свободу, как говорится, бедным животным Спасибо за стоточку Кстати говоря, в Ван Рок Псидоним Ирис фон Эверик В Ведьмаке можно найти несколько таких картин Ван Рок Ага, понял Так, коняшку мою убили Фьють-фьють О, Господи, слава Богу, наконец-то приятная музычка Иисус, и, блин, Иисус Я купил такую картину Да, правда, я теперь не уверен, что это подлинник картины Оригинал, а не репродукция В Тусен сегодня не поедем Кровь и вино начнется тогда, когда я закончу здесь со всеми квестами и знакомыми вопросами А это еще минимум пара стримов, я думаю Ну, хотя, может, на самом деле, и за один Я не... ну, ладно, окей, ладно, я не знаю Нет, за один вряд ли управлюсь, окей За один не управлюсь, да Пара точно понадобится Сколько же часов наиграно? 156 часов всего лишь, кстати, еще Мне нужна шлюха Спасибо, я за сотку Когда зачаруешь мечи доспехи 30к все-таки отдал, а DLC заканчивается Ну так, челик-то никуда не уйдет же Челик-то никуда не уйдет Вот будет макс левел, там и зачаруем Пока до сих пор еще не было четкого понять Сейчас, допустим, я вот как-то вихрь так вот уже начал так подраспробовать И сейчас мне вихрь стал, да, действительно нравится Действительно хорошо работает Даже против какого-нибудь одного, например, врага Поэтому сейчас, допустим, я вот уже готов, так скажем, вложиться в вихрь До этого был не готов То есть раньше вихрь был говном Сейчас вот он нормально стал работать Под всей алхимией Вот это вот все До этого он был вообще не нужен, абсолютно, например Многое можно узнать Ничего себе, смотрите-ка, меня узнают на улицах Меня узнают на улицах, я знаменит Два больших пива, да поживей О, как-то покультурнее нельзя И тогда смотрю, а он раз и залпом выхлебал половину бочки Геральт, сюда О, здорово Красиво Красиво Я в детстве мечтал о такой способности Я помню, даже сериал был про какую-то чувиху Которая могла вот так вот пальцами так хоп И время останавливалось И ведь я просто мечтал Вот так вот сделать и просто И всех одноклассник нюхать Разумеется А ты бы не выпендривался Обожаю играть со временем И добавлять его в пряники Я вижу, ты слушал Действительно, я неравнодушен ко времени Когда у тебя есть над ним власть Ты можешь делать много интересных вещей Например, подбрасывать всякую гадость в суп Людям, которые тебе не нравятся Да, прикольно Ты правда можешь управлять временем? Или это какой-то фокус? А какая разница? Большая Скажем так Время всегда меня очаровывало Поэтому я научился им пользоваться А почему именно время? Геральт Есть три измерения Длина, ширина и высота И четвертое Время Ты на моем месте Полюбил бы широту Ну вот видишь Это такая спорная очень интерпретация Очень спорная интерпретация Ну ладно, окей Кто ты на самом деле? Гентору Дим Прозванный Я не об этом спрашиваю Видимо, ты желаешь знать, чем я занимаюсь Я даю людям то, что они просят Можно сказать, что я исполняю желания Моя ставка, что джин Это было бы сущим благородством Если бы ты не требовал всегда чего-нибудь взамен Законы рынка? Ведь не я, что джин не требует взамен Что ничего не бывает даром Ты не человек, это ясно Так кто ты такой? Демон, джин? Ты в самом деле хочешь знать? Да Нет, Геральт Не хочешь Лишь один раз я прощу тебя И не выполню твоего желания Те, кто узнал мое истинное имя Либо уже мертвы Либо судьба их была гораздо хуже А ты мне еще нужен Ладно, хорошо Убью тебя потом тогда Чем обязан твоему присутствию Я хотел тебя поблагодарить Ты замечательно справился с заданиями Ольгерда Твой долг почти выплачен Я должен был выполнить три его желания и сделал это Сними с меня этот знак Мы в расчете Почти Почти Чтобы выполнить все условия договора Осталось сделать одну вещь Привести Ольгерда к старому святилищу Лильвании Об этом речи не было Разумеется, было Ты ведь знаешь, что в любом договоре Есть своя уловка Приписка мелким шрифтом Который, однако, является полноценной частью контракта Это также касается устных договоренностей Вспомни, я сказал, цитирую И все же я верю, что все кончится хорошо А после мы все встретимся И поблагодарим друг друга за то, что пережили вместе Конец цитаты Ну, было такое, да Ну, помню Выполни свою часть уговора И я сниму с тебя знак А ты никогда больше не вмешаешься в мой разговор с собеседником Ну, вот я так и знал Я так и знал Что за черт? Почему у меня муха в супе? Я тебя ждал, но не заметил, как ты вошел И откуда ты взялся? Как же всем поебать просто, что челик сдох Я ведьмак, а это делает меня нечеловечески быстрым Это ты мне бросил муху в суп? Нет, послушай внимательно Скажи своему атаману, чтобы он пришел в святилище Лильвании Это на юг отсюда Вход в пещеру Что там творится? Светилище Лильвании Ты понял? Ах, понял Погоди Была тут медичка Твоя знакомая Просила, чтобы ты к ней заглянул Ну, пойду загляну Спасибо То есть ложка, торчащая из глаза, никого не смущает Как тут людей порчу Ну, привет. Что такое? Сваливаешь, поди-ка, да? Дай угадаю, сваливаешь. Ну, да ладно. Я уезжаю, Геральт, на Восточный фронт, в Каидвен. Ты не говорила, что собираешься переезжать? До сегодняшнего утра я и не собиралась. Ко мне пришли двое солдат. Сказали, что я снова нужна Редани. Да нет твоей Редани, господи. Может, ты могла бы, но не захотела. Мое призвание лечить людей. Моя работа нигде не нужна. Какая Редания, господи. Да забей, оставайся, лол. Просто какая Редания. Ты не могла бы остаться. Геральт, зачем? Тогда на свадьбе все было очень мило, но у тебя своя жизнь, а у меня своя. В дальнейшем это не имело бы смысла. Причем тут я и ты? Ты понимаешь, это не хуже меня. Ну, будь осторожна. Я не изменяю Трис. Я не собирался с ней что-то мутить. Я... Какая Редания. Какие солдаты из Редании. Мы теперь часть Нильфгарда. Все, смирись. Какой восточный... Какой Каидирн. Вообще, что просто... Ты узнала что-нибудь об Ольгерде? Книги мне мало что дали. Я поняла, что если нужна правда о нем, нужно найти кого-то, кто ее знает. И ты нашла? Мне повезло. Мой товарищ по учебе, ассистент профессора Прометиция Шезлока, специалиста по черной магии, уверяет, что встречал у него Ольгерда фон Эврика. Профессор так увлекся исследованиями, которые Ольгерд у него заказал, что, похоже, немного тронулся умом. Он не подпускает к своим записям никого, даже своего ассистента. Где найти этого профессора? Здесь, в городе. Он сидит под замком в своем доме за стенами университета. Его остерегут охотники за колдуньями. Да в смысле не было финала? Если бы финала не было, тогда бы у меня была возможность его запустить. Он под домашним арестом? Я не знаю точно. Часть коллег считает его предателем. Говорят, что он продался охотникам за кругленькую сумму. Но его ассистент клянется, что профессор верит, будто охотники его от чего-то охраняют. А ты как думаешь? Определенно он для них ценен. Он настоящий кладезь знаний об оккультизме и черной магии. Если он и правда спятил, то я бы не удивилась тому, что его используют. Мне надо поговорить с этим профессором. Я с тобой. Университет охраняют риданские стражники. Один ты не пройдешь. Стражники мне чаще всего не помеха. Если ты их ранишь, то мне придется их зашивать. А если встретим кого-то знакомого, нас просто пропустят. Я из-за вас всего прослушившись, что она говорила про того профессора и что она узнала про Ольгера. Давайте мне кратко убежим кучу. А как вообще сейчас работает университет? Ты имеешь в виду после того, как Родовит его закрыл? Я имею в виду, хорошо ли его охраняют. Часть академиков бежала на Дальний Север. Самые храбрые остались. Притворяются сапожниками и прачками. Зачем ты спрашиваешь? Просто мне интересно. Мне нужна шлюха. Спасибо, Нерзая, стоточку. То, что случилось в послесловии, еще не случилось по повествованию. Сейчас между отъездом Цири и тем, что случилось в эпилоге. Что? Тем, что случится в эпилоге. Редание еще не разгромлено. Нильфы еще не победили. Но будет побеждено им. Нет! 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 Плохой чат! Соси жопу! Нет! Если бы это так было, тогда бы у меня висел финальный квест, который бы я мог закончить. Финального квеста не висит. Наши события уже произошли. Все. Плохой чат! Все. Ольга заказала следование у ученого в Аксинфурте. Они идут к нему, чтобы узнать, что он знает. Окей. Не знаю. Я вижу, что академики ведут себя почти как чародеи. Восточный фронт. А что потом? Зависит от того, куда пошлют. Где бы ты ни была, будь осторожна. Я всегда осторожна. Не волнуйся. Давай, давай, бегай. Тебе полезно. Какого дьявола? Давай, быстрее. Давай, быстрее. Ух, побежали, побежали, побежали. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. О, наконец-то Аксинфурский университет задействуется. Стоять! По приказу короля вход на территорию университета закрыт. А для преподавателей? Без исключения. Я вижу, ты стал очень принципиальным, Норберт. Когда я тебя лечила, ты был со мной гораздо добрее. Кстати, как твоя нога? В порядке. Будто и не было никакой раны. Я рада. Ведь если б я тебя тогда не прооперировала, ты остался бы хромоножкой до конца жизни. Хм, Бруно. Ну? Может, мы её всё-таки пустим? Она же своя, ничего не украдёт. Хм, ну ладно. Ну, пусть идёт одна. Ведьмак слишком бросается в глаза, а я не хочу из-за него неприятностей. Сделаем так. Я пойду туда одна и помогу тебе войти во двор. Да у меня есть получше идея. Не знаю. Я найду способ. Мне нужна шлюха. Спасибо за соточку. Геральт сам сказал Шанни, что пиздец, Среда не какой фронт в начале, какой эпилог Нордлинге чатовский. Так вот именно. У меня есть... Зачем? Зачем этот план? Можно было всё так легко провернуть. Смотрите. Оп. И всё. Геральт? Какой Геральт? Где? Нету никакого Геральта. Нету? Где? Нету никакого Геральта. Или там, например, я не знаю... Вот. Оп. Всё. Какой Геральт? Какой? Нету никакого ведьмака. Никого нет. Вперёд, Платва! Вперёд, Платва! Так, а куда мне надо? Вот туда. А как я туда попаду? Так, нет. Платва. Отмена. На! Тусуйся здесь. А я пойду... Нырять. Хорошо, что вода мягкая, как кисель. Можно вообще с любого абсолютно высоты падать в воду, и ничего тебе не будет никогда. Хоть чему-то полезному видеоигры учат. Здорово, челеки. Спасибо. Платите. Да- Продолжение следует... Продолжение следует... Геральт, эй, Геральт, ты здесь? Здесь. Держи верёвку. Откуда ты взяла верёвку? А, долгая история. Пока нам везёт. Дом профессора Шезлока в конце этой улицы. Там охотники за колдуньями. Их убедить мне уже не удастся. Ты уже очень помогла мне. Спасибо, Шаня. Не за что. На моём месте ты бы сделал то же самое. Если захочешь увидеться со мной ещё раз до отъезда, я буду дома. Всё-таки нужно время, чтобы всё упаковать. Тогда до встречи. У меня просто микро-пипоклавновская шутка в голову такая пришла. Очень смешная, очень смешная. Когда Шаня говорит, Геральт, держи верёвку. И он такой хоп, просто и держит верёвку. Ну, типа... А, чё, уже прям надо драться с вами сразу? Я тебя убил! Наруши здесь! Взять его! Ты убил! Ты обошрался, Скраш? Нет. Мне нужна шлюха. Спасибо, Гюнтер, за соточку. Ты правда хочешь знать, кто я? Поставь первые буквы моего имени в одно слово и всё поймёшь. Хе-хе. Ага, да. Кул Сори, Бобина. Да. Кул Сори, Бобина. Если ты забыл, у нас здесь вообще-то многобожество. Да, у нас здесь многобожество. Понял? Здесь, в этом мире, бог не един. Какой ты бог? Может быть, Милитель? Или, может быть, ты Фрея? М? Или, может быть, ты всебог, да? М? Меня не проведёшь. Закрыто на четыре засова. Надо найти другой путь. Может, найдётся открытое окно. Дэй, дэй. Дэй, дэй. Ой, это плохая тема. Ой, сейчас скачусь и будет очень больно. Так. Мне вот куда? Я не понимаю. Дэй, дэй. Ещё ниже. Вот на таком уровне, дэ? Ну ладно, допустим. Думаешь, я это для тебя оставил? Ты думаешь, я пакет здесь положил для тебя, да? Ты думаешь, 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 ты разбитое зеркало не похоже на случайность может кто-то испугался того что в нем увидел что 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 да в смысле да что 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 ты хочешь что тебе надо малый ключ гиллиана альбоку это демонах страшно пыльная малый ключ гиллиана альбоку суть зла причинений страданий и существует много разновидностей страдания от обычной телесной боли и психических мучений до глубоких душевных ран откуда же происходит зло или появляется само по себе или только в подходящих условиях и наконец самый важный вопрос как победить зло большинство верит что зло существовало всегда ибо никто не помнит времен без него но разве это убедительное доказательство я посмею сомневаться ибо я ученый и суть учения в том чтобы ставить все гипотезы под вопрос пока они не найдут строгого научного подтверждения появление зла теста связано с существованием бога это его противоположность и антитеза добро без зла не поддается измерению и следовательно восприятию зло таким образом является составной частью наших жизней зло имеет много обликов и появляется в разных формах одна из них существует во плоти это зло приняло форму мужчины который путешествует по миру сея смерть и страдания это зло коварно и его сложно разглядеть обычно мы замечаем его присутствие когда уже слишком поздно в моих ученых странствиях по мифам и легендам множество культуры я сталкиваюсь с удивительно схожими описаниями одной личности я имею ввиду не ее внешность или имя но ее стиль поведения это зло реализует себя в хитрости оно соблазняет выгодным напередать предложение однако цена которую нужно заплатить за объект желаний непомерно высока и невосполнима а в предложенной награде обычно скрывается ужасная предательская ловушка остерегать всех кто предлагает невозможное ибо достичь его можно лишь с помощью махинации зла что тебе надо код ты будешь есть когда закончу стрим не раньше отстань все отстань понял франка это ты поставь ночной горшок где обычно и забери поднос я сегодня есть не буду профессор шезлок ты кто как ты сюда вошел убирайся я ничего не знаю и ничего не хочу знать слышишь не хочу я не причиню вам вреда это демон тебя сюда прислал уж я-то знаю что за демон не притворяйся что не знаешь гюнтер один воплощение зла он не посылал меня но все же я здесь из-за него я ведьмак мутант да это возможно почему перед вашим домом стражники вы узник они называют это опекой хороша опека которая не позволяет человеку распоряжаться своей судьбой чего они от вас хотят не знаю слышал ли ты но я настоящий знаток оккультизма собственно лучший из всех живущих моим учителем был сам профессор лионель ван вы сотрудничаете с охотниками за колдуньями выбора они мне не предлагали они прекрасно знают что мне известно все о магии ведьмах и чародейках они используют мои знания для своих целей но у меня нет выхода я пришел сюда потому что мне нужно сведения которыми вы обладаете если ты ведьмак мне нечего опасаться я ведь не чудовище эпохи постконьюкции чего хотел от вас ольгерд фон эверик да будет проклят тот день когда он ко мне пришел однажды он явился сюда и посулил мне мешок денег за то чтобы я узнал кто такой гюнтер один и как от него избавиться я согласился в конце концов это моя специализация кроме того мне нужны были деньги я изучил множество книг исторических фактов народных преданий я побывал даже в библиотеке нильфгарда и в конце концов напал на след этой темной сущности она известна тысячу лет в разных культурах и под разными именами но везде это синоним воплощенного зла нас его называют гюнтер одим а иногда господин зеркало я карпел над книгами столько что потерял зрение я узнал что он любит играть с людьми а больше всего любит заключать договоры с виду это невинные сделки но они доводят людей до безумия почему ты здесь сидишь что значит эти руны они меня охраняют здесь зло меня не достанет откуда ты знаешь он сам мне сказал однажды он пришел ко мне удивительная это была встреча я слеп но его видел отчетливо он улыбался сказал что такой интерес к его персоне честь для него и что он решил выразить благодарность и проявить ответный интерес из чувства благодарности он и создал этот круг сказав что только здесь я буду в безопасности а ты не пробовал выйти ты уже должен был понять что он имел ввиду и что меня ждет за пределами круга что еще ты знаешь об этом человеке Гюнте родим не человек это зло зло в самых разных обличиях не расспрашивай о нем а то погибнешь все еще жив но хотел бы навеки забыть о том что узнал ольгерт подписал с ним договор ты угадал ты наверняка знаешь что когда то он был очень богатым и влиятельным человеком должен был быть раз семья его невесты приняла его предложение но по воле злого случая он лишился богатства и стал изгоем семья Ирис этого не потерпела это состоятельный род и отдавать дочь за кого попала они не хотели ольгерт хотел увезти ее как можно дальше но Ирис не захотела бросать семью патовая ситуация к своему несчастью от ведьмы бродяги они узнали что есть на свете некто способный исполнить любые желания господин зеркало ольгерт ольгерт встретился с ним на перекрестке один сказал что хочет вернуть свое богатство и влияние и о дим предложил ему договор ольгерт должен был пожертвовать кем то кого любит о дим знал что ольгерт любит только двух человек на всем свете ирис невесту и брата ольгерт ольгерт согласился вскоре после этого вернул себе состояние и женился на ирис получается ольгерт убил родного брата ох нет о дим так не делает достаточно было того что ольгерт подписал договор собственной кровью а день спустя витальд был убит ольгерт рассказал тебе все это ему пришлось иначе как бы я мог заняться его случаем ты говоришь так будто он был болен хуже болезни можно вылечить а вот если ты играешь со злом найти лекарство будет куда сложнее так почему ольгерт решил избавиться от один он получил что хотел он заметил что стал меняться его сердце стало холодным как лед он отвернулся от своей жены ради которой пожертвовал братом так он потерял все что любил потому что гюнтер один дает не то что ты хочешь а то что ты просишь вот что ждет людей которые подписывают с ним договоры всех нет способа обыграть его убить его невозможно но я узнал о человеке которому удалось расторгнуть контракт его можно победить его же собственным оружием то есть нужно бросить ему вызов если его это заинтересует то можно с ним сыграть но помни что ставка может быть только одна ибо у дима интересуют только людские души у дима оставил на моем лице знак как мне от него избавиться знак я думаю я думаю он исчезнет когда договор будет выполнен если бы я попробовал бросить ему вызов сыграть с ним не могу сказать у того кто его обыграл никаких знаков не было да ладно я тебя понял спасибо вам вы мне очень помогли я рад приятно узнать что после стольких лет проведенных в заперти и в страхе ты можешь еще на что-то сгодиться ну вышел из круга сам виноват дневник профессора шезлока мои заметки и наблюдения профессор шезлок меня пугает круг созданный его димом я его не вижу но я знаю что он здесь не знаю как называется то чувство которым я его ощущаю когда я рядом с его границами у меня мороз идет по коже это не боль скорее волосы стоят дыбом прошел уже месяц а я все еще остаюсь внутри рунического круга меня все еще преследуют кошмары я уже боюсь спать не знаю сколько еще смогу продержаться мне снилось что приснилось что у меня была дочь странно ведь у меня никогда не было детей но она пришла ко мне во сне ей было не больше десяти она называла меня папочкой и сильно любила меня я видел это по ее глазам самое странное что я тоже не чаял дней души может ли сниться кто то кто не существует на самом деле и можно ли любить такого человека я перестал бояться спать возможно у дима решил оставить меня в покое пусть так оно и будет мои сны об амелии бесконечно радует меня моя дочь хорошая и умная девочка я верю что она станет прекрасной женщиной жаль что она существует только во сне теперь я не только не боюсь спать но и с нетерпением жду когда сон придет какая удивительная перемена если все будет рожаться так и дальше то я скоро попытаюсь покинуть круг теперь я понимаю почему не снился ребенок которого у меня никогда не было сегодня ночью моя дочь умерла она подцепила странную болезнь за которой все ее тело покрылось кровоточащими язвами она плакала умоляла ей помочь я ничего не мог поделать она умерла у меня на руках я проснулся весь в поту я сокрушен мой разум разорван в клочья три месяца прошло со смерти амелии мое сердце все еще кровоточит а ужасные видения отравляют каждую секунду я слепец который не хочет ничего видеть его полная слепота будет благозловением по сравнению с этими мучительными видениями мне недолго осталось обратиться в несчастного старика уже год как я живу внутри магического круга мысли самоубийстве преследуют меня все чаще для этого нужно так мало всего лишь шагнуть за пределы рун и чё? и всё? похоже дождь собирается как выйти отсюда теперь? так 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 же как пришел? так 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 Продолжение следует... 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 Я тут еще какое-то время здесь буду. Муре, муре. Что, Хардвизден, ты о чем? Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, появится он в чате, вот тогда и спросишь. Так, так, ладно. Что, сюда? Так, стопэ. Так, и шо? И таки шо вы хотите мне сказать этим? Что-то знакомое какое-то место. Прям, ну, очень знакомое. Я тут, по-моему, каких-то вилохвостов гонял. Да-да-да, квестом бомжей верно. Немного позже. Ольгерт фон Эверик. Интересное место ты выбрал. Бьюсь об заклад не случайно. Это не я выбрал, чел. Не я выбрал это место. Я догадываюсь. Ну, раз уж мы здесь, наверное, у тебя для меня что-то есть. Я выполнил третье желание. Откуда мне знать, что это та самая Роза? Ты мог ее купить час назад с прилавка в Аксенфурте. Не знаю, понюхай там ее. Ее дала мне Ирис. С этим миром ее больше ничто не связывает. Что? Ну, типа... Третий вариант вообще какой-то не к силу, не к городу. Второй, ну, в принципе, правда. Ну и первый тоже там вроде как правда. ХЗ. Ну ладно, давайте сначала по лайтовенькому варианту. Думаю, что она любила тебя. И это лучшее тому доказательство. Любила меня? После всего этого? Ирис, во что же мы ввязались, если бы я только знал, чем все это кончится? Что? Что происходит? Я чувствую, будто кто-то вложил мне в грудь полающий факел. Простите, что заставил себя ждать. Рад, что все мы уже в сборе. Как себя чувствуешь, фон Эверик? Тебе не стало немножко легче на сердце? Адим, чего ты хочешь? Как это чего? Твою душу. Твою душу. Просто кое о чем забыл. По договору ты получишь ее, если выполнишь три моих желания, и... И мы встретимся на Луне. Ну, вот мы и встретились. Что? Нет. 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 В договоре ведь... Луна там! Там! А не... Здесь. Я дал тебе то, что ты просил. Здесь, на Луне, заканчивается наш лун. Ах ты! Манюман! Ты меня панул! Я никогда не обманываю! Там... Ну, ладно, давайте посмотрим, что будет. Не вмешивайся! Вспомни, что я не знаю. Я сделал с последним глупцам, который надумал мне мешать. Ну, типа, со мной это так и сделаешь. Исполни мое. Оставь его. Он должен выплатить свой долг. Отпусти его, и я буду тебе должен. Чего ж за бред, нахуй надо? Ты хочешь отдать свою душу вместо его? Давай сыграем на обе. Выиграешь, получишь и манюшу и Ольгерда. Проиграешь, оставишь в покое на собой. В Гвинт! В Гвинт! Во что же ты хочешь играть? В Гвинт? Да, 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 да. Не знаю. Можем поспорить на что-нибудь. Я уже несколько раз доказал тебе, что могу совершать невозможное. Хорошо. Но сделаем это по-моему. За качество. Здорово. Можем. Но у меня, кто-то с Москвы, а еще. Не знаю, как я получил, который ты не делал. Я уже посмотрел. Да, ну, в Можем. Не знаю, как я получил. Более. Знаете? Не знаю, как я в Можем. Более. И вы с Ольгердом будете свободны. А с загадками не очень хорошо. А если нет? Тогда я вас обоих заберу с собой. Ведь ты сам мне это предложил. Что за загадка? Есть я у мужа, у зверя, у мертвого камня, у облака. Потенциальная энергия. В душу не лезу. Ловлю изменения облика. Дева, взглянув на меня, приосанится. Старец нахмурится. Дитятка расхулиганится. Что это может быть? Ты мне скажи, кто я? А ты повтори, пожалуйста. Я что-то не записал. Не уверен, что все запомнил. Можешь повторить? Есть я у мужа, у зверя, у мертвого камня, у облака. В душу не лезу. Ловлю изменения облика. Дева, взглянув на меня, приосанится. Старец нахмурится. Детятка расхулиганится. Я тебя достану. Время покажет. Найди меня, прежде чем пересыплется песок в часах. Готов? Время пошло. Мне нужна шлюха. Тебе нравится? Ты, Петучи, спасибо за соточку. Ну, чем богаты, тем и рады. Помни, тебе нужно найти меня, пока время не вышло. Да, останьте. Мне нужна шлюха. На помощь, Гераль, спаси! Что? Кто? Не оставляй меня здесь! Помоги мне! Шани, держись, я иду к тебе! Был прикольный, а с факами еще падало. Поверить не могу, что ты дал себя так провести! Мне нужна шлюха. Спасибо, Ольвен, за соточку. Тут меч, школа змеи, где-то валяется, не залутаешь, потом не достанешь. Ну, где-то меня не устроит. Мне нужно точное описание, где. Что? Что взять? Мне нужна шлюха. Меч слева на лотаре ведьмач. Окей, на каком алтаре? Найс, найс, богатство! Ой, как хорошо! Да, отстань! Да я успею! Вот этого я от тебя не ожидал. Да, конечно, да! А время уходит! Ничего страшного, я успею! Блять, перегруз. Ничего, я был готов к такому раскладу. Все, я доволен. Мне нужна шлюха. Слева? С какого лева-то? Как же там дело, взглянув на меня, приосанится? Да не качели! Ну, что ты делаешь-то? Отчего может развеселиться ребенок и загрустить старый человек? Может, снег? Старики же вечно мерзнут. Ты серьезно? В душу не лезу, ловлю изменения облика. Что это может быть? Смерно у тебя выходит! Помни, ты еще можешь сдаться! Как мне кажется, ты меня не найдешь! Никогда! Ой, какой толстый! Ой, какой толстый! Кошмар! Что? Драться расхотелось? Окей. Фамильный склеп. Блин, я думал, здесь меч лежит, этот ваш. Простая же загадка-то. Напомни мне загадку! Есть я у мужа, у зверя. У мертвого камня у... Я уже пропустил меч, да? В душу не лезу. Ловлю изменения облика. Дева, взглянув на меня, приосанится. Старец нахмурится. Дитятка расхулиганится. Зеркало. Так вот, где ты прячешься. Пропустил меч или нет? Нет. Продолжение следует... 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 Слышь, разрушу стену, то потечет сюда. Слышь, разрушу стену. Слышь, разрушу стену. Ага, окей, спасибо, спасибо. Ну как? Тебе лучше? Лучше, спасибо. Твое вино понемногу ставит меня на ноги. Думаю, оно поставило бы на ноги и покойника. Исключительное пойло. Блин, ну самое отстойное, что у меня не получилось его поспрашивать про то, кто он такой. Сперва ты мне расскажи, каково это, жить с каменным сердцем. Поначалу замечательно. Ты не чувствуешь ни страха, ни боли. Но ты ни о чем не заботишься. Тебя ничто не волнует. И близкие люди тоже. И понемногу ты их теряешь. Впрочем, ты знаешь, чем это кончилось. Ну и как же ощущения? Ты чувствовал что-нибудь? Разумеется. Вначале я ощущал мир, как никогда прежде. Много сильнее и ярче. Но как это? Пойми, каменное сердце я не просил. Это был лишь побочный эффект. Я хотел получить Ирис и вернуть состояние. А потом жить так, будто нет никакого завтра. Так и было. Но лишь до поры. А потом я не чувствовал уже ничего. К счастью, все уже позади. Ведь это кончилось, правда? Ты расскажешь мне, наконец, что случилось? Господин Зеркало решил развлечься за мой счет. Он придумал игру, в которой я должен был проиграть. Но, кажется, не принял волнования шума, которые я прошел тебя. Прости. Я не хотел для тебя лишнего риска. Мне пришлось это сделать, чтобы защитить себя. Я знаю. Теперь ты можешь забыть о нем. Ты в безопасности и свободен. Спасибо. Хоть я и не знаю, что мне делать с этой свободой. Зеркало отняло у меня все, что я любил. Все, что мне было дорого. Да, настрать, кто он был, как бы. Я не буду спросить, кто он был, чтобы, типа, он забанхертил, и мы с ним попиздились. Неправда. Ты вернул сердце. Спасибо, Ха, за окасай. Это горькая победа. Отныне я чувствую, как много я потерял. Что? Я ничего не понял. Но спасибо за окасай. У меня есть сердце. А я не чувствую ничего, кроме отчаяния, грусти и тоски. Моя жизнь разрушена. Это точно. Я тебе не завидую. Время становится мгновенно. Так, эм... Ну, я не знаю, как-нибудь от варбы выпил какого-нибудь против остановки времени. Если бы с ним была возможность драться, значит, он можно было бы победить. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, зачем забивать хуй на сейчас? Подожди, мне просто интересно, сколько раз еще мистер Хуистер напишет свое сообщение. Подожди. Мне интересно. Так, ладно. Эм... Ты выходил из разных передряг. И сейчас ты тоже справишься. Снаружи тебя ждут верные друзья. У тебя есть дом, состояние. Нет. Я не могу жить так, как раньше. Так что ты будешь делать? Еще не знаю. Знаю только одно. Время распорядиться своей судьбой самому и начать жизнь заново. В этот раз на самом деле. Похоже, это хороший план. Спасибо, ведьмак. Я благодарен тебе. У меня для тебя кое-что есть. Я не могу это принять. Можешь и должен. Эта сабля служила моей семье не одно поколение. Я потерял все, что имел, но ее сохранил. Она для меня очень много значит. Тем более, не могу. Окажи мне эту честь. Для меня это будет знак начала новой жизни. Пусть она верно тебе служит. Спасибо. Прости. Ничего страшного. Вновь благодарю тебя, Геральт. Удачи на твоем пути. И тебе удачи. Бывай. Ну, я так полагаю, что титры, наверное, будут те же самые, да? Плюс сейчас еще они будут и без музыки. Другой концовки не будет. Сюжет DLC как мне? Масштаб как-то вот не тот. То есть все, что получилось, это то, что я тупо вписался просто в разборку между челиком и каким-то там грузинским богом. Там я не знаю, кто он там был. Ну, типа, вписался вообще не в свое дело какое-то, которое меня изначально вообще не касалось. Ну, просто никак, абсолютно. Нет, я, вы не поняли, что это плохое DLC. Нет, я просто говорю, что масштаб основного квеста, ну, типа, вот главный замес, вот именно масштаб, да, относительно там вот основной сюжетной кампании, очень скромный такой. Ну, квесты охренительные, да. То есть это у меня единственное нарекание, что просто как бы вот мелковато. Мелковато. Геральт обычно решает проблемы какие-то более глобального масштаба. Заценить новое оружие? Это говно, Падди. Хотя нет, кстати, лучше моего. Оружие заряжается энергией по ходу битвы. Когда оно станет красным, энергией можно будет высвободить сокрушительные атаки, которые будут стоить атакующему части здоровья. Ну, давайте попробуем. Окей. Бэмс. Лопата осталась, конечно. Ну, давайте читать. Я вроде читал, это правда, но ладно. За свою жизнь Геральт преодолел множество затруднений, иногда самостоятельно, иногда при помощи других. Одним из самых странных помощников был господин Зеркало. Ведьмак бы впринял на афирском корабле связанный и приговоренный к казни, когда внезапно появился господин Зеркало. Он напомнил ведьмак об их первом знакомстве в Белом саду. Он подсказал тогда Геральту, как найти Йеннифер. Теперь он также тоже предлагал помощь, но не просто так. В обмене освобождения Геральта с корабля он потребовал, чтобы тот пришел навстречу на некий перекресток, когда ведьмак согласился, на лице у него появилась странная отметина. Словно, господин Зеркало поставил печать, напоминание о том, что они заключили договор. Как выяснилось позже, именно так оно и было. Гюнтер Адим рассказал, что их общий с Геральтом знакомый Ольгерт фон Эверик заключил с ним необычный договор. По условиям сделки, Адим должен полнить три желания фон Эверика, но не самостоятельно, а через помощника. А кто справится лучше, чем ведьмак? Поскольку именно этого Адим желал, благодарный за спасение Геральта с афирского корабля, у того не было особого выбора, кроме как согласиться. Господин Зеркало появился вновь, как обычно, внезапно и из ниоткуда, после того, как Ольгерт объявил первые два своих желания. Он подсказал Геральту, как сделать так, чтобы брат Ольгерда повеселился как никогда в жизни, особенно учитывая, что жизнь его уж несколько лет как закончилась. Он вооружил Геральта кровью фон Эвериков и знаниями о том, как вызвать дух Витальда. Неясно, как к Оди ему попала этот склянг с кровью, но удивляться тут нечему. Все, что связано с Господином Зеркало, окутано тайно. Господин Зеркало идился на свадьбу, где Геральт присутствовал вместе с Шаней, призраком Витальда, посадившимся в его тело, чтобы насладиться безудержным весельем последнюю ночь на земле. Нет ничего удивительного в том, что когда пришла полночь, Витальд не испытывал особого желания покидать плоть Ведьмака, но вмешался Господин Зеркало и жестоко прервал пребывание Витальда в мире живых. Геральт позже рассказывал мне, что крики духа Витальда фон Эверика преследовали его еще долгие месяцы. Благодаря встрече с профессором Шезлока, Геральт узнал способ перехитрить Господина Зеркало. Единственный выход был в том, чтобы обратить его же собственное оружие против него, бросить ему вызов. Вскоре Геральт узнал, что слова Шезлока были правдой. Господин Зеркало действительно можно было победить его собственным оружием. Геральт бросил ему вызов и выиграл. Разгадав тайну Господина Зеркало, он прогнал демона из нашего мира. Впрочем, я боюсь, что он еще вернется. Такие, как он, всегда возвращаются. Ну, к сожалению, так и не написано. Кто он? Такой был? Это, конечно, печально. Ну, демона, какой именно демон? Что-то, в каком по жизни там, вот это вот все. Ну, как бы хотелось бы больше конкретики, знаете ли. Что без сектантских там теорий додумываний. Сет змеи, так он на 40-й там или на 39-й левел. Ольгерд фон Эверик. До сего момента я не догадываюсь, что побудило Геральта приняться за заказ Ольгерда фон Эверик. Знаменитое ли это любопытство Ведьмака? Прозягательный звон мешочка монет или, может быть, некая злая сила? Так или иначе, Геральт решил зайти к местному дворянину с дурной репутацией и согласился расправиться с монстром из канала за соответствующую награду. С первой встречи Геральт понял, что Ольгерд человек необычный. У него была своя свита, готовая целовать землю, по которой он ходил. Ух, простите. Несмотря на интеллектуальную пропасть между ними, он был образованным ценителем искусства и сторонником своеобразного кодекса чести. Еще Геральт видел в нем нечто странное, невыразимое. И спустя годы он назовет это пустотой, которая кричит, чтобы ее запомнили. Возле Геральт вернулся к имению, в котором он познакомился с Ольгердом и его бандой. И обнаружил, что оно все в огне, он узнал, что на самом деле особняк вовсе не принадлежал Ольгерду, а был захвачен его бандой, которая в итоге зашла слишком далеко в своем путеше. Ольгерд не шибко возражал против их зажигательного усилия, но убийство хозяина, почитав он недостойным, приказал обезглавить виновного. Геральт явился как раз в разгар казни. В последующей суматохе он сделал удивительное открытие. Ольгерд фон Эверик был бессмертным. И бессмертие было только началом поразительных новостей об Ольгерде. Господин Зеркало рассказал, что они заключили договор. В обмен на возвращение утраченного влияния и богатства, Ольгерд пообещал господину Зеркало что-то очень личное, что именно Геральт еще не знал. Однако же у этого договора было одно странное условие, чтобы обязательства господина Зеркало считались исполненными, он мог забрать то, что ему обещано. Он должен был выполнить три желания Ольгерда, причем чужими руками. Кого же он был в роль помощника? Геральт, который оказался тянутым в странный конфликт между властным бессмертным дворином и загадочным Гюнтером Огимом. Услышав, что Геральт берется выполнять его желания, Ольгерд не стал терять время и не придумал первое испытание. Геральт должен принести дом Максимилиана Барсоди и сделать так, чтобы его брат Ольгерда Витальд веселился как никогда в жизни. Выполнение желаний Ольгерда оказалось сделанным трудным, но стоящим усилием. Геральт многое выяснил о таинственном дворянине, чья история настолько трогательна, что услышав ее, даже циклот бы расплакнулся как битя. Давным-давно Ольгерд влюбился в Ирис, красивую девушку из зажиточной семьи. Ее родители приняли его предложение руки и сердце, и история шла, казалось бы, счастливому завершению. Как вдруг на семью фон Эверик нахлынула волна несчастья, череда неправильных решений и несколько летний урожай оставили, прежде богатую семью в огромных долгах. Семья Барсоди выкупила эти долги и потребовала немедленной выплаты и окончательно... Выкупила эти долги. Это как? Потребовала немедленной выплаты и окончательно разари фон Эвериков. Видя это, родители Ирис передумали по поводу будущего мужа своей дочери, обурчили с сафирским принцем, приехавшим в Оксенфурд на учебу. Отчаявшись, Ольгерд обратился к господину Зеркало и вскоре вернул свое благосостояние, влияние и, самое важное, свою помолвку. Все шло гладко, пока не обнаружился побочный эффект его желания. Сердце Ольгерда медленно превращалось в камень. Ведьмак был близок к тому, чтобы завершить выполнение договора между Ольгердом и господином Зеркало. Правильно ли он поступал? Геральд не был в этом уверен. Его обрисовывал вопрос, чем же было это что-то очень личное, столь желанное для Гюнтера О'Диму. Когда Геральд понял, что господин Зеркало играл по-крупному и ставкой была душа Ольгерда фон Эверика, он решил, что не может вот так остаться в стороне. Вместо этого он нашел способ обмануть демона и вернуть душу Ольгерда. Когда Ольгерд освободился от условий кошмарного договора и сердце его ожило, он благодарил Геральда, отдав ему фамильную саблю и ушел во своя семья. Это, блядь, что такое было? Спасибо совершенно за 63 года. Так, мне кажется, здесь можно проехать. Блиен... А, не-не-не, получается, получается. О-о-о-о-о-о-о-к. Найдз. Да, про инициалы имени Гюнтера уже говорили Мдэмс, 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 мдэмс Так, ну и что мы будем делать? Надо бы инвентарь почистить для начала А для этого надо либо в Новиград, либо во Вроннице Я вот думаю, куда ближе будет Лучше в Новиград, потому что Энивэй мне потом нужно еще вот здесь все закрывать Нет, завтра, завтра, если будет Ведьмак, то завтра будем защищать знаки вопроса и побочек, которые остались Доп-квестики туда-сюда, понимаешь, и вот это вот все Побочек нет уже Раз, два, три Четыре Как минимум Ну и знаки вопроса Ай, дай ну нафиг, лучше поплыли Не хочу на платве скакать Что Сильвершайн, что после? На могилу Витальда? Да, я помню про это, да Боссы зато в DLC классные Ну какие-то классные какие-то, как обычно, пососные Ключник точно был очень... вот ключник был религий классным, да ХЗ, жалко его стало, наверное, просто Мне тут особо и сказать-то нечего Ай, дикшан не заглянем Стоп, а разве здесь мост не каменный должен быть? Он у них вот такой, типа здесь разводной? Интересно, интересно Мне нужна шлюха Спасибо, Нойл Дейроу за соточку Сегодня же вроде не должно было быть Приключение Герльц Только с вами с этим что-то Ааа, нюк слился Нюк слился, поэтому я пошел Ведьмака дальше играть Кому из братьев Борсори помог на ограблении Тот, который мне не дерзил Приключение Герльц Приключение Герльц Нюк Играет Так, стоп Или все-таки сюда Сюда Так, ну что ты тут хотела мне сказать А, все, уже срыгнуло? Ладно Ну давайте заглянем к Витальду Ну Гвинт я с ней уже играл Рецепт за сценой? Так Он не хочет звать плотву Нет, ну не наказан Пошла Пошла Да, Риль, жалко, что нельзя было с Гюнтером в Гвинт сыграть Ну это было бы интересно Может был бы там какой-нибудь супер турич замкнуть по Гвинту Хотя с другой стороны тогда сморки, которые не умеют играть в Гвинт, с Лхаснули бы тогда Ну, ну и так Закон Угу 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 Ну, короче, классные дюси, очень классные, да Но вот единственное моё нарекание Это просто мелковат масштаб Я ещё раз говорю, что я не про площадь DLC там говорю Не что-то такое, нет Я говорю исключительно про саму основную сюжетную линию Что по сравнению с тем, что делали раньше Это выглядит как-то незначительно Вписываться в чужую разборку Цветы на могиле Витальда Орлик из Гиверны Интересно, кто сюда это принёс Значит, Шани всё-таки скучает по Витальду Ах ты... Ну и хорошо, что уехала Шалендра Все? Это ради этого я должен был сюда приехать? Так-с И еще к пипиклаунам надо заехать А где у нас были пипиклауны? Где? Что-то где-то здесь, по-моему Или нет? Вот этот? Давайте проверим Вперед, Платва! А, ну еще из минусов Ну тут уже как бы не DLC А скорее локализация Это конечно озвучка Шани Ну очень пососная Ну очень прям пососная Под конец конечно привыкаешь Я не знаю, либо под конец я привык Либо просто она под конец уже стала лучше Как-то озвучиваться Но в начале прям Абсолютно безэмоционально Просто абсолютно безэмоционально Как-то Нет, пропавшую ледушку Квест еще не делал Я не делал вообще никакие побочные квесты Кроме обустройства этого Палатки За 30к Не таки Здесь все было заебить И свадьба И ограбление В принципе Все было, да, круто Латва Не так быстро Набор для маскировки Так, и что ты такое? Что есть набор для маскировки? Маска Ну блин, я не буду делать Потому что их потом по отдельности Просто нельзя будет носить Зачем по отдельности? Ну, говорят, что очки фиксит какой-то капюшон Можно будет разобрать как? В разборе просто Какая-то Попробую Ядрить время-то два ночи уже Е-мое Сейчас, короче, продаемся и на этом заканчиваем А на следующем стриме, который, скорее всего, будет завтра Поскольку у него На крысичах меня опрокинул А мы с ним собирались Вообще два дня подряд стримить Вот Наверное, завтра будет, видимо Будем дочищать Галка монстром ура На автолевелинг ты имеешь удар? Включена, конечно, она не нужна От нее Еще, ну, более-менее есть смысл На НГ плюс Наверное А так я не вижу смысла Это абсолютно нормально, что где-то остались Что, извините меня, я прокачивался, да Что у меня сейчас уже там 38 левел И это абсолютно нормально, что в стартовых локациях Лоу-левельных мобов я кладу там с двух ударов Или ваншотаю вообще Абсолютно нормально В этом суть Эй, 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 этих В этом суть РПГ-х таких Что ты можешь качаться, качаться и стать сильнее А с автолевелингом, сколько не качаешься, сильнее ты не становишься Здравствуй Здравствуй Сделать Черенок железной руды Найс Черенок гвозди Найс Шкура драконида Мастер Так, это у нас что? А, это сет на валуне Это дурацкий Нафиг Ну, естественно, я ставлю лопатку Что, рафлируете? Сколько она стоит? 97 всего, лол Нафиг Расшитый кунтуш Нет, спасибо Штаны на валуне Ладно, штаны так и быть оставлю Да, что-то как-то маловато я набрал луту на самом деле Вообще не получается его разорить просто никак Просто никак не получается Ирис я не продавал Ирис у меня в руках Валюту и валюту Да, точно Это можно Это можно Ну, картину продать я не знаю Надо вообще глянуть сколько она стоит Во-первых Во-вторых А во-вторых Говорили же Типа, что не надо ее продавать Нужно оставить У меня есть немного... Вы попали 3834, неплохо Посмотрим, сколько она вообще стоит Купил ее что-то, по-моему, за 30-ку что-ли Ты вернулся? У меня есть картина на продажу Я вас поздравляю И почему вы пришли ко мне? Это Ван Рок А вы, кажется... Ван Рок? Я покупаю Сейчас, сейчас Не хватает Добавлю-ка я вам тогда вот такую штуку Ваш коллега однажды в заклад оставил и не забрал Гайдан, кажется Интересно Спасибо 500 Трофей взятый Из Шарлея А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а cs Ван Рок У меня-то, по-моему, 15% дополнительного золота Вот это нормальная тема, да На сложности, на максимальной, конечно Но сложности здесь не особо решают, что там Так, мне нужен любой торговец Прекратите этот кнуфный балакан Танцы на весенице льду, теперь следить за каждым твоим шагом Три смери год, ведьма и шлюха Радыски за занятия черной магией И участие в заговоре против короны За сведения, которые привяжут ее поимке, будут получены награды Мечи выше Пока Будь здоров Так, знаете, что сегодня не было еще Прошу Гвинта сегодня не было С кем бы только сыграть-то, а? Прошу Да, болей И вернулся Вот Не желаешься? Так Давайте за чудовище Только надо убрать Кое-кого Вот гулей, например Накеров, наверное, можно Да хотя, накеров тоже нахрен На самом деле Так Принца жабу надо взять Юнтеров Давайте тоже наберем Так, Ольгерт нужен или не нужен? Да, давайте возьмем Так Какой у меня лидер Который бафает Мелли, да? Так А по спецкартам Что там у меня? У меня два чучела Одна казнь Ясное небо Одно есть Ну да, нормально Да блин, опять С каэтаэли Да боже мой Почему все играют С каэтаэли Я не понимаю Факеру Андромеды выпало? Я рад за факера Скажите ему, что это очень хорошая игра Я поставил ей 7 из 10 Так Сколько мне надо докинуть? Это Да, откуда Андромеда в стиме? Что за бред? Ну ладно, давайте Ольгерд Ну ладно, давайте Ольгерд Ну ладно, что ведьма одна в руке была Мне нужна шлюха Спасибо Сен Мартуло за сосочку Собирает три с Геральта на охоту на чудовище Все Ладно Собирает три с Геральта на охоту на чудовище Все положила Мечи, масло против трупоэтов, голову эльфа Зачем? Спрашивает Геральт Берешь масло и мажешь на клинок А голова эльфа? Так вот же она Положила Смешно, смейтесь Быстро Кстати, ну-ка подождите-ка А если я сейчас сделаю вот так Он же по идее Еще двух волколаков вернет Ведь, да? А, нет Да, они же в бите лежат Играет музыка А, нет Смешно, смейтесь Играет музыка А, нет Чтобы это было Играет музыка Играет музыка А, нет Играет музыка Слабовато, чел, слабовато Так, пойдемте еще кого-нибудь найдем А, ну вот, корчеван, например, рядом есть Думаштный рулем Андромета, в смысле, каким образом? Существенное рулем Прошу, прошу А, на 1499 отрезать 1500 Ну окей Тут все просто, как бы, если он жульничал, то карма его накажет Возьму один-дин командирский рог Да опять Скайтаэль Это какой-то бред Почему весь город играет за тупорылых, сраных Скайтаэлей? Болевотно-мразотных, а? Что за бред вообще? Ну невозможно просто Ну серьезно Блин, раны я шпиона-то кинул Блин, ну что за бред, а? Ну что за бред? Ты серьезно? Ты серьезно? Ты серьезно? Ты серьезно? Нет, не знаю, чья это работа Я не знаю, что за бред Я не знаю, что за бред Так что полет Девушки отдыхают Возьму Ну что же Уважаем Это выгод Это выгод Загран Я не знаю Сейчас корову заберу Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот моя цель на финал стрима найти кого-то, кто играет не на скейтареле. Лучше не желаешь сыграть? О, Нелюгард, наконец-то. Так. Так. Блова глаз. Пока не буду его чучелить. Лучше сделаю пока вот так. А, уже всё? Окей. Блин, у меня три голова глаза. Ну и отстой. Я что-то не заметил. О, у меня все. Блин. Блин. Чел Да, не очень полезно Так, корова пока пусть стоит Двадцатка Ну вообще он еще может лучников повкидывать и бафнуть их И там тоже тогда будет двадцатка Подождем пока Вкинем пока Мерли, Ходрауга Ну вот, да, да, да Ученички вот эти Посмотрим Коровку пока поставим Мерли, Ходрауга Если этот чел Пишет только капсом в чате Что я вот уже который раз Смотрю в чат Давайте еще раз Попрошу Все Лосецкая партия Не желаешь Да, блин Ну, е-мое Почему все парами-то мне выходит Ну, сойдет Ладно Мерли, Ходрауга Блин, чел Чел, ты серьезно хочешь продолжать воевать или что Чел Чел Типа, что ты делаешь Ты рофлер какой-то Или что Доброе утро! Ну хорошо, ладно Блин, вот знал, что рано казнь вкинул Знал, надо было подержать Двух бы ему слил 58, 58 Ну блин, типа Ну с вампиров там явно будет больше Ладно, давайте, ведем Че, лбасу Да, чудо как-то он сверхпососно играет Уничтожено Просто уничтожено Вечный огонь И да видите, как плотва Смотрите, как она прям стильно выглядит теперь, а Вы посмотрите Трофей свинопасты Какое-то суперкрасивое седло Какие-то сумки, понимаешь Просто вообще Не конь, а сказка Ладонько Давайте тогда заканчивать на сегодня На следующем стриме мы с вами Заканчиваем, соответственно, с этим DLC Зачищаем там знаки вопроса И квесты, которые там есть Там три, по-моему Может еще какие-то появятся Я не знаю Ну, по идее, за один стрим Это я должен спокойно сделать Может быть, даже начнем уже последний DLC Вот такие вот дела Ну, тащим-то все Спасибо, что смотрели чат Давайте До завтра тогда До завтра Ведите себя хорошо И спокойной ночи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!